ВОИНСКОЕ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ВОИНСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БРАНДЕНБУРГ-800 Батальон, впоследствии разросшийся до полка, а затем и до дивизии, был предназначен для разведки и диверсий. Специфика Бранденбург-800 состояла в том, что он действовал только под видом подразделений противника, в его форме, с его документами и оружием. Критерии отбора были жесткими. Знание минимум двух языков, интеллект, спортивная подготовка, способность к риску, импровизации, полный самоконтроль. Личный состав активно изучал стрелковое и взрывное дело, боевые единоборства, медицину, ориентирование, управление транспортом и многое другое. Особый приказ снимал с подразделения любые моральные ограничения, вплоть до убийства женщин и детей. Бранденбург-800 пересек границы СССР и начал боевые действия 21 июня, за сутки до нападения основных сил Германии. Овощи, берите овощи свежие. О, солдатики, здорово! Как мясо-то? Свежачок, а? А нет, уже все продала. Теперь ждите, как повезет. Слушай, совсем молчи. Я спрашиваю, вы отвечайте конкретно. И предупреждаю, в шутки шутить не надо. Мы из милиции. Наконец-то! А я уж подумала. Вас ведь Галя прислала. Дама, вы о чем вообще? Вам объяснили, вы не с того начинаете. Не поняла. Мишка, джон, заводи кирогаз. Слушай, что непонятно? Иди заводи и жди меня. Я сейчас приду. Ладно, понял, иду. Заводить? Заводить, Ара, заводить. Так я не поняла. Ты от Галли или как? Слушай, я по-другому сказал, да? Нет. А? Он не в курсе. Взял его на всякий случай, мало ли что. Ага. Галя-то шо сказала? Сказала, что ты скажешь, да? Тут серьезные блатные на меня накатили. Доброе утро, часной компании. Здорово, Никитич. Да закемалил мой Леха. Чуть не проспал. Эти черти не разбудили. И будильник, главное, вырубили. Придурки. А где они, кстати? Армен с Мишкой? Нет. Клоуны Бим и Бом. Не было их. Мы уже здесь около часа сидим. Да? В общаге их тоже нет. Проснулась. Комната пустая. И автобусы нашего слеп простыл. Василий Макарович, доброе утро. Да. Извини. Есть кое-что обсудить. Когда? Понял? Да? Да, хорошо. Займемся этим прямо сейчас. Да, есть. Так. Яша. Дуи Красковой и Галине Семеновне. Вези ее сюда. Будем делать очную ставку с Рябым. Поговорить бы надо, Никитич. Валяй. О чем? Про оружие, что на грабиловке не тронули. Угу. Ты чего, Федор Агенович? Как это? Чего-чего-чего? Все путем. Нашел их? Так. А я думаю, что это за мародер нынче пошел такой деликатный? То есть, коняшку разделать при четырех свежих трупах у них нервов хватает. А стволами врезают. Бабы. 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 Трое соседки. У каждой семеро по лавкам. С пяти до одиннадцати. Сами тянут, без мужиков. Зарплата всего пару сотен. Голодают. Не знали они ничего. Одна на выстрелы выбежала. Уже все кончено было. Потом других позвала. Группа. Трое. Коняшка. Хоть и труп. Много и собственность. Но и недонесение. По червонцу минимум. Я про что? А с детьми как быть? А что ж ты мне раньше об этом не сказал? А? Думал я. Думал? Яков в курсе? Нет. Мы разделились. Он по другим дворам ходил. Да вот и крест не знает ничего. Ладно. В конце концов, наше дело бандитов ловить. Этим и займемся. Вот глянь. Что мне Михаил Ильич напечатал? Лови. Ух ты. Надо же. Воевали вместе. Я конверты перепутал. Все-таки. Да, вместе. Мы с мужиками в разведбате дивизии. А Даша, Дарья Кирилловна, в дивизионном госпитале. А рядом с ней-то кто? Это мой друг. Паша. Дашин муж. Погиб. Держи. Держи. Ёшкин кот. Это что? Со вчерашнего кино? Из вчерашнего кино. Ай, молодец, Михаил Ильич. Знать бы только, что это значит. Это значит... А это значит, что мы имеем дело с элитным фашистским спецназом. Брэнденбург 800. Слыхал о таком? Товарищ полковник, за истекшие сутки в обверенном... Здрасте, Борис Иванович. Ну что, как список пленных библиофилов? Готов? Так точно, Павел Николаевич. Вот список. Интересующие вас лица помечены красным. Спасибо, Борис Иванович. Поработаю с этим часок-другой. Если нужно вызвать кого-то из контингента, пожалуйста, сегодня выходной. Да нет, спасибо. Если мне кто-нибудь понадобится, дам знать. Вай Городжан, раз такая ситуация, я уже не стал там с этой кониной разбираться. Да бог с ней не важно, не отвлекайся. Так что эта Клавка? Вот просто так взяла на слово тебе и поверила. А как? Меня же, Ара, мол, торговка ее послала, Галя. Да и напугали эту Клаву по полной. Поверила мне, как родному. Что за Галя? Где живет, что делает? Вай, это мне у Клавы спросить, да? Ладно. А жулики кто? Выяснилось? Конечно, Ара. Люди Каленова, да? О, паньки. Откуда знаешь? Сами ей сказали, что побольше страху нагнать. Мол, Каленый нынче зверь. Сына его днями убили, да? Это не на грабиловке часом? Ай, Акимыджан, какой ты умный, да? А я вам о чем говорю? Клава говорит, что жулики зачем-то уверены, что Хахаль Галя с убийством этого сына связан. Да мало в чем они уверены. Не скажи. Ну, если они в пинкартонов играют, значит, что-то знают. По-любому Галин Хахаль фигура любопытная. Да и на Каленого выходим напрямую, да? Как выходим? План есть? Конечно, слушай. Жулики хотят Галиного Хахаля. Будет им Галин Хахаль. Завтра придет, в лицо его никто из бандитов не знает. И тут такой я. Погоди, погоди. Так, теперь выытожим. Значится так. Нападения на склады и на колонны интендантов связаны поранением. В этом сомнений нет. Теперь дальше. Вполне вероятно так же, что со складами пересекается убийство ради угона Зиса. Об этом будет точно известно завтра. Баллистики дадут ответ по пулю с Вальтера. А с учетом этих фото, твои предположения по убийствам на грабиловке тоже внушают. Э-э-э, я что-то не знаю, какие фото? Интересные. Со вчерашнего кино. А что, поприличней машины не нашлось? Да уж, какая есть. Пройдемте. Вам сюда. Ну, шо, Рябой, как ночь провел? Шконка не жестковата? Нормалек так покемарил. Руки по швам. Ой, не прав ты. Не спать надо было, крепко думать. Мозгой скрипеть. О чем скрипеть, начальник? Нет у вас ничего на Рябова. Ну, нету. Егор Никитич, мы готовы. Начинаем. Ксения. Да не лицом пока. Кепки снять. Рябой сюда. Посередке встал. Яша, приглашай. Галина Семеновна, проходите. Здравствуйте, Галина Семеновна. Добрый день. Посмотрите, пожалуйста. А что тут смотреть? Вот этот, у которого штаны спадают. Вы уверены? Да, конечно. Шустрый. Спасибо большое, Галина Семеновна. Вы свободны. Все, да? Да, все. Ну, обращайтесь. Хорошо. Протокол составь. Заключенок увезти. Ну что, Рябой, теперь поговорим серьезно. Хорошо. Бить будешь? Не сегодня. Армен, расскажи ему свою сказку. А мы тоже послушаем. Слушай. С недели назад, как случай был, составилась на Хазе у Клепа игра и Кент один, а был троих в чистую, а с четвертым зарубился. Ладно. Сидят они такие, транспорт с кушем до края катят. Все на кону. Иара, кенгуру вскрывай. Фартова. Эй, шалишь. На вскрышке у другого Москва редкий случай, да? Бывает. Да дело не в том, что бывает. А в том, что это бывает с тобой. Ну-ка, поведай нам. Как тебе Клепов долг дал? И главное, под какие гарантии? Вот. Вижу, начинаешь соображать, почему ты не в уголовке, а у нас, в отделе борьбы с бандитизмом. Федор Акимович, будь друг. Обрисуй товарища перспективы. За раз, Рябой, такое дело. При налете на склады трое убиты, двое ранены. По нынешним временам четвертак. А наводчик, Рябой, паровозом пойдет. Чуешь? А кто сказал, что я навел? Так у нас здесь целое собрание сочинений. Тут и зять твой, Бухарик. И сестра твоя. И Клепа. Которому ты задолжал именем Каленова. А возьмем Каленова и всю Кодлу. Дело пару дней. Так они тоже молчать не будут. Ну вот, когда возьмете, тогда и побазарим. Так, ладно. Дитва, там сейчас, короче, тетку мусора увезли. Что ты лепишь? Спотел секретаря обкома, жены, родная сестра. Да век воли не видать. В черный ворон посадили и в городскую свезли. Как ты имеешь знать, что в городскую? Так я сзади подцепился с ними и доехал. Другим разом умеешь звонить с автоматом. Номер даст Поликарпыч. Сбросишь его покушать, покушаешь и назад на дочку. Фраер нынче у Клавы был. И что? Срисовать не вышло. По нужде ходил. И что? Клава посулила ему завтра ему золотишко подогнать. Да он зуб дает, что объявится. Дитва Рава. Сукой буду, не упущу. А? Ты это к чему, начальник? Это я к тому, Босяк. Что я столько на фронте фашистского языка в плен взял. Что твой Каленый считай уже на Цугундере. Понял? Бесы гонишь, начальник. Фашистов фашист. А здесь совсем другая опера. А я слышал наоборот, что Каленый нынче фашистам не брезвует. Пригрел у себя там где-то пару-тройку беглых. И ништяк. А? Туфта это, начальник. Нету никаких фашистов у Каленого. Каленый кент с понятиями. Сука это запотлова, что фашистам. Уверен, что за Каленого знаю. Я до век воли не видать. Ты уверен, что ты за Каленого знаешь? Ты, конкретно ты, уверен? Я сам по себе. Так а мы за что? Смотри. Колешь из-за склады и проходишь юзом. А так, статья полста восемь о этой Змена Родине. Эй, так Семеру за кражу отсидишь. И на свободу, с чистой совестью, да. Какая Семера? До меня за склады и до лагеря не доеду. На пере буду. За фрицев и до суда не доживешь. Ах ты. Ебва. Я честный жулик. Вы мне политику не шейте. Это я тебя за шо? Никакой политики. Смотри. Признаешь кошелек, трамвай, отдаешь нам ключ. И даже за склады мы говорим с тобой без протокола. Все честно. Ну? Так шо? Семера или четверта? Семера, ясень пень. Ну вот и хорошо. Тогда начнем с самого простого. Где ключ из кошелька, что ты подрезал? Нет его у меня. Дай угадаю. Потерял. Выбросил в Дон. И не знаешь, где он. Ну, рябой. Видать, мы с тобой не договорились. Конвой! Стой, начальник! Ну? У Каленова ключ. У кого ключ? У Каленова. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На билетики передаем, приглашения не ждем. Проходим в середину салона. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА За билетики передаем, приглашения не ждем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СКРИПАШ, ПАДЛА! ПОПИШУ! Давай! Рискни здоровью. Что, самый крутой, да? Думаешь, если Дед Варава тебя в шалман пристроил, можно понты колотить? Вали отсюда! Это наше место с Рябома, понял ты? Да Рябома твоему кранты, он на нарах со вчера еще. Место теперь мое. Это мы еще посмотрим, что Каленый решит. Как надо, так и решит. А ты, сука, считай, на пику сел. Ходи, оглядывайся. Вали, вали. Еще раз увижу, что на пацана бочку катишь, поджопников надоил. Герой. Точно говорю, лучшего места и придумать нельзя. Двор проходной и улицы довольно людные. Самое оно. Значит, решили? Берите мишку, езжайте туда, осмотрите все там. Я обсужу детали с Василием Макаровичем и вперед. Начальник ОБВ майор Драга... Орлов! Здорово, Серега. Да, звонил, вопрос у меня... И у тебя ко мне. Ну... Прямо управление вызывал? Еще хотел? Отдает, старюк. Так в чем вопрос? При возврате груза в машине интенданта в картошке оказалось. Но мешок меньше, чем в накладной. Куда он делся? А ты не знаешь. Тебе и отдал. Так нахрена ж ты мешок, который мне отдал, в своей возвратной накладной указал? Да не я. Дежурный оформлял. Данные я списал с протокола осмотра места происшествия. Орлов, если бы ты знал, какой ты мудак. Не подумал, что дежурный с протокола осмотра перепишет. Ладно, теперь слушай ты. Слушай, это важно. Брось все и срочно найди тех интендантов, что видели в лицо патруль. Наших подозреваемых. Да. Только брось все и срочно найди. Слышишь? Зачем? Очную ставку проведем. Жду у тебя у кинотеатра «Спартак» к концу последнего сеанса. Если коротких вопросов больше нет, тогда до связи. Да? Давай. Начальник ОПБ, майор Драгун. Товарищ полковник. Добрый день. Конечно, могу о чем речь. А, кстати, о чем? Надо бы в одном дельце расставить точки над «и». Нет, именно вы можете помочь. А зачем откладывать до понедельника? Выходные выходными, работа работай. Думаю, буду у себя примерно через час. И где-то до двадцати двух. Уж постарайтесь, товарищ майор. Будьте любезны. Вот так она, Анна Антоновна. Вы хотите обвинить майора Драгуна в хищении мешка картошки? Да бог с вами. Я похож на кретина. Ну, просто вы у меня в партии. Военную прокуратуру закроет Орлов. А чем же милиция хуже? Нужен кто-то там. Ну, вы просто спрут какой-то. Отнюдь. Ну, вы же понимаете, я здесь человек новый, а без сведений с первых рук никуда. Сэ ля ви. Вот ваше сообщение о встрече товарища Купленова с директорами конезаводов. Вы пишите, что генерал Осипенков готов предоставить команду на всесоюзные состязания. А полковник Храпов нет. И мы понимаем, что условия работы одинаковы, а результаты? Вывод. К Храпову необходимо присмотреться. Уверен, обнаружим факты хищения. Тот случай, когда информация и горячая, и ценная. Это комплимент? А почему нет? Мне вообще нравится ваш стиль работы. На том же банкете всего несколько танцев. Вы знаете все, что нужно. Причем из разных источников. Правда, связи лекарства, которые искали Овчаров и Драгун с мешком картошки, я пока не усматриваю. Но... Как? А майор Орлов разве он не сообщил? Вы же сказали, что беседовали с ним. Надеюсь, майор Драгун все прояснит. А я ведь осенью 42-го с этим Бранденбургом сталкивался. Да ну? Где? Открыто повоевать, правда, не пришлось. Но кровью попортили. Здесь, в Ростове? Да нет, на Кавказе. Ростов тогда уже под немцем был. А я тогда командовал отдельным батальоном НКВД. За Орджоникидзе бились. И как-то раз отправили нас в тыл, в Чечню. Там группа Бранденбург высадилась, чтобы поднять местных на восстание. Еле метели. Так что, накрыли их? Накрыли, накрыли. В момент десантирования. Человек 20 положили, а еще с десяток ушли. Ну, нас и бросили на розыск. У горы ушли. Под альпинистов работали. Ну да. Мы месяца три за ними по горам лазили. Ну и казалось бы, все, вот место стоянки. Берем. Нет никак. Так и ушли гады. Это потом оказалось, что их два местных абрека вывели. Ну и сами вместе с ним подались. Да вот такое вот кино. Ясно. Ну это ладно. Какие мысли? Мысли самые нехорошие. Но если они здесь появились, а судя по складам, это не один такой, это группа, значит, есть здесь у них какой-то интерес. Погоди, погоди. А ты не думаешь, что это беглые? Ну, попал кто-то из них в лагеря и сбежал при случае. Возможно так. Ну допустим, допустим, я беглый фриц. Ну что мне тут в Ростове? Медом намазано. Ну заскочил, если дорога легла. Жратвы взял и в Турцию. В Турцию? Возможно. До Турции километров 600 для бешеной собаки не крюк. А с их подготовкой к границу перейти, это как нож в масло. Логично. Логично. Но судя по грабиловке, не торопятся они в эту Турцию. Уверен, тут у них интерес. Тут. А если предположить, что тут они в банду влились, вот и весь их интерес. Исключить нельзя. Вот и я говорю. Сидели здесь, как побывавшие в плену. Сбежали. На это есть возражение. Ну, во-первых, с теми, кто попал в 108-й, уркам западло. А во-вторых, если выдали себя за военных, сучья война. Егор, сучья война, это между урками. Теми, кто на фронте был и теми, кто не воевал. А наш Бранденбург под урок никак не проханджа. С этим, пожалуй, соглашусь. Но пол 108-я. Урки же сами ее называют фашистская. Ну, презирают то есть. Что-то ты высокого мнения про наших урок. Я думаю, с милой войной и голодухой все их дешевые принципы. Так, единицы какие-то остались. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Полковник Овчаров. Добрый, Прохор Петрович. Работаем. Вор? Вор задержан с поличным. Потерпевшая по трамвайной краже его опознала. Понял. Буду. До свидания. Вот так вот, Егор. Завтра на ковер. Доклад по полной программе. Кража, грабежи, разбой, убийство. Еще этот ключ его родственницы Бутин не ладен. А его удожмем. И на Каленого вроде выход наметился. Думаю, через день-два возьмем его. Есть план. Каленый? Каленый, это хорошо. Ты сейчас мне про него расскажешь. А вот про Бранденбурга завтра я не доложить не могу. Что я скажу? Думаю, Василий Макарыч. Так думайте быстрее, пока они еще как-нибудь себя не проявили. В чем дело? Товарищ полковник, у вас все нормально? Доставьте меня в покое! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Макарыч. Так, парочку. Стаканов мало. По одному в руки. Выпьешь? Придешь без очереди. Так я же не один, я с дамой. А с дамой можно. Стаканы все приносим самолично. И столики заранее не занимать. Галина Зименовна! Галина Зименовна, идите сюда! Здрасте! Что там? Тысяча семьсот тридцать пять. Я не поняла. Ну а как же? Комиссионные, шофер, бензин, товар дал в Кущевке, а это туда и обратно. Двести верст почти. Ладно. Вот накладные на два дня. Пойдешь в понедельник и в среду. Понял? Что там? Как обычно. Мука, крупа, картошка. Так, не Кущевка так есть. Там уже ждут. Не, ну хотелось бы консервов или мяса. Еще лучше водки. Навар большой, а ехать никуда не надо. Какая водка, придурок? По накладным поставка в детдома. Пей свой компот. Что скажете, бойцы? Я что-то никому похожего на тех с патруля не углядел. Что развеселило, сержант? Да так, вроде, один смахают. На кого? Вы видели кого-то похожего? Ну, мы продовольствие возим по лагерям, там, где немцы пленные. Вот там вот и видел. Вроде чутко так вот смахают на фрица одного. Кто-то из контингента лагеря похож на человека из фильма? Да нет. Тот из наших. Или из охраны, или из МГБ. Я его теперь всю дорогу путаю. НКВД нынче. Это теперь МВД или МГБ? Стоп. Вы сказали, офицер в патруле был в форме госбезопасности МГБ. Да. А в охране лагерей теперь войска конвоя МВД. Так кого ты видел? Да нет, это я так. Жан Шутко. Вы тут собрали у вас, что, шутки шутить? Виноват, товарищ майор. Отвечайте четко. Видели ли вы кого-то похожего на подозреваемых из патруля МГБ, который останавливал вашу колонну на экране или когда-либо в жизни? Никак нет, товарищ майор. Никого похожего из патруля МГБ я не видел. Ни на экране, ни в жизни. Это точно. Так точно. Вольно свободны. Ждите на улице. Значит, читаешь, в Бранденбурге эти у нас объявились? Да, дело серьезное. Как их искать, а? Разведка. А не надо никого искать. Есть план. Значит так, здесь ужмите до ста строк и это сюда встает. И быстрее, бегом, бегом. Это должно быть уже в печати. Извините, правильно ли я понял, что это инициатива сотрудников милиции сдать кровь, чтобы спасти убийцу? Да, вы абсолютно правильно меня поняли. И подчеркните, пожалуйста, слышите? Подчеркните, пожалуйста, что преступник был настолько потрясен своим спасением, что через пару дней готов дать добровольные показания. Когда он вышел из комы? Напишите, как в этих случаях. Когда веростался номер? Вас понял. Хорошо. Дадим полосу во вторничном номере. Нет, вы меня не поняли. Этот материал должен быть в завтрашней, утренней газете. Присаживайтесь. Спасибо. Если вы за мешок картошки, признаю, не согласовал. Моя ответственность. Минуточку. Вас Орлов предупредил, что я вас из-за картошки вызываю? При чем здесь Орлов? Просто вы занимаетесь надзором, а пустякам вызывать не станете. Что за мной, я знаю. Так стоит ли ходить кругами? Логично. Ну хорошо, будем считать, что вопрос закрыт. Хотя, признаюсь, эта история с лекарством звучит неубедительно. Почему? По факту передачи картофеля госпиталю составлен акт, подписанный полковником Овчаровым, мной и исполняющим обязанности главного врача Демидовой. А к тому вы, конечно, подложились. Не понял вас, товарищ подполковник. Да хватит, майор. Картошку едят, а не лекарства с нее делают. Отчего же? С мешка картошки получается 4 килограмма крахмала. Сколько не знаю, врать не стану. Но факт есть факт. А кто знает? Его главврача Демидова? Кстати, вы не в курсе, это ее девичья фамилия или как? По мужу. Демидов Павел, герой Советского Союза. Посмертно. Воевали вместе? Так точно. Павел мой близкий друг. А Демидова Дарья Кирилловна? Служила в дивизионном госпитале. КОНЕЦ 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Приканал фраер какой-то. Не знаю, тот, нет. Темно. Особо-то не видать. Та не, я ж не сразу. Я малеха дождал, пока он в подъезд перся. Потом у тетки в окне его видал. Один-один. Точняк. Век воли не видать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Угу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ГОВОРИТ ПО-АНТАЛИСЬ, СКОРЕНЬКО ПАРАЗИТЫ! И таки на выход. Нет, вы поглядите. Найфть вас на дело ставит. А вам и все халява. Ну, чё? Вон, на втором этаже. Ты на Атасе, Сева, под окно. Только, пожалуйста, без глупостей. Фраер нужен живой. Умею дело с ним на разговор. Как он, Даша? Нормально, насколько это возможно. Состояние стабильное, температуры нет. Рука тёплая, дышит, точно спит. По сути, это и есть глубокий сон. Слышь, Лёха, хорош дрыхнуть. Еле метели, ну вставай, мужик! Гор, он тебя не слышит. Подержи. Глюкоза. Нет. Просто подсоленная вода, физраствор. Надо же его как-то поить. Что-то нам при ранениях пить не шибко давали. Дураки были. Опыта не имели, только инструкции. А ты что стоишь? Раздевайся, перевяжу. Угу. Чтобы жить, надо пить. Это мне сама Ермолова говорила. Помнишь, в сорок четвёртом? Они с Бурденко у нас в госпитале пенициллин испытывали. Это когда меня в безознанке Паша с Саней через фронт вытащили? Нет. Когда у Паши чуть гангрена не возникла. Да. А ты Ермолова помнишь? Ермолова? Ну, она вчера перед кино выступала. Горму ты даёшь. Что, правда не помнишь? Да, Шуль. Я вчера перед кинотеатром даже тебя не сильно видел. Ну да, вы же работали. О! Терпи, казак. Да уж зажило почти всё. Я же говорю, как на собаке. Кстати, хотел спросить. Никто не звонил сегодня? Из госбезопасности, к примеру, там. О! О! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Статьи этих ученых-медиков по проблемам лечения рака были опубликованы в Соединенных Штатах Америки Письмо отождествляло патриотизм с верностью коммунистической идеологии и настраивало на борьбу против низкопоклонства перед Западом Письмо утверждало, что дурной и опасной болезни не подвержены рабочие, крестьяне и солдаты и четко называло врага – интеллигенцию Были указаны и меры борьбы Повсеместное создание так называемых судов чести и публичное осуждение инакомыслящих Эти процессы влекли за собой исключение из партии, запрет на профессию, а нередко и дальнейшее преследование органами госбезопасности Наряду с закрепленным в Конституции СССР понятием «враг народа» в политической риторике стал быстро приживаться новый термин – «вредитель» Гора, даже если мне кто-нибудь позвонит, я свое решение не изменю Нет – значит нет Понял тебе Но арестуем тираж, а шо? Свободен Я понимаю, война так быстро не отпускает Ну как тебе это в голову могло прийти? Боже, что с нами стало Пойми ты А я понимаю, Гора, и это ужасно Я понимаю, что устраивая свою тонкую, свою безупречную, свою совершенную операцию, ты… Ты просто не понимаешь Хватит Ты просто не понимаешь, что здесь госпиталь Что здесь больные, раненые люди, и некоторые из них находятся на грани жизни и смерти А кто-то эту грань уже перешел И у нас был реальный шанс с этим покончить Но я тебя понимаю Ты, наверное, не должен был Спасибо Спасибо Да На фронте мы были совсем другие Третий этаж в правом крыле Угловая палата аварийная, она свободна Постарайся, чтобы никто не пострадал К этой стене поставьте Еще пару к другой стене Майор, где телефон ставим? На подоконник пока Давай Скажи бойцам, пусть еще пару тумбочек принесут Угу Подключил? Так точно А чего задом наперед? А ну-ка, боец В стене Угу Алло, Федор Акимович Как слышишь меня? Я тебя нормально слышу Что? Где? Еду Еду, говорю Сергей, у меня убийство Подождись меня А почему вы сестре с утра звонили? Всегда так делаете или какой-то особый случай был? Да какой там особый случай, ничего такого Просто я боялась за нее Вот как у нее ключ украли, так я и боялась И вот Понимаю ваше горе, Олимпиада Семеновна Но надо держаться Обещаю Преступников мы найдем Найдешь ты Ну и что? Сестру этим не воскресишь Раньше надо было ловить Может не сидели бы тут Слушай, Городжан Товарищ майор, можно минуточку? Погоди Олимпиада Семеновна Подозреваете кого-нибудь? Почему вы так уверены, что напали тех, кто ключ от сейфа украл? А кто же еще? Бандиты же не за ложками, вилками ее приходили за этими цацками дешевыми Вы же сами сказали, что как раз столовая серебро и пропало И часики, и сережки золотые, и кольцо Ну так сейф не смогли открыть, так поживиться чем-то надо было Так значит сейфу еще что-то более ценное А что конкретно, знаете? Да ничего такого Галя его не пользовала А что? Сейф тут испокон веку И при профессоре, который тут жил Еще до войны Он в стену вмурованный Бетоном в пол залит Ничего ж не пользовала Судя по списку, положить было что? Так сейф-то ключом одним не откроешь Механика там какая-то Странно Сейф не пользовала, а ключ с собой носила Так он же ж в половину из золотой Камешек там драгоценный Ну, Галя, думала, думала, ну не пропадать же добру Сейф-то все равно не откроешь Она думала к ювелиру свезти переплавить И вот Господи Товарищ майор Можно на минуту? Ну, как так? Дед Варавл, ну коль Шкет всю дорогу на стрёме был Шо ж фраер этот, он шо в трубу шоль вылетел Просто медика какая, а не иначе чудеса Я скажу Шкет имел пять минут на дойти до автомата Две минуты на делать разговор И пять минут на ходить обратно Времени достаточно И шо? А я скажу Человек пришел Сделал дело Шо хотел И ушел Просек видать шо по суд Решил шо баба навела А коли так Клаве за ржьем на базар уже не сунется И где его на дыбы ума не приложу Ну базар может и явится Шо сказать Искать надо Не иголка встал Люди в курсе И шмон нужен по малинам И в твоем районе тоже Заметано Да маяк кинтам пригонят шалупонь За ночь все прошерсти А шо ж По всему выходят суки Может и они А может кто и похуже Олимпиада Семеновна Вы успокойтесь пожалуйста Проша Поплачь либо поплачь Шо теперь Судьба Поплачь Эх Галя Галя Проша ну как же так Говорила ж я Проша Ну будет либо будет Ступай до машины я зараз Ступай 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 Что полковник Обосранся Где твоя вся милиция Этот Разведчик По борьбе с бандитизмом Где Здесь я товарищ первый секретарь Здесь он И шо Жаль не военное время Всех бы за саботаж Без суда и следствия Сроку вам даю три дня Не справитесь Пеняйте на себя Я это дело сынки Беру под свой личный контроль 18.00 у меня Со всеми раскладами Кто шо и далее Пойдем Вот такие дела мужики Что скажете Это что? Тушенка американская Точно такая же как в машине интендантов была А здесь она откуда? Хороший вопрос Правда без ответа Пойдемте в комнату Здесь этой тушенки пять коробок Еще рыбная консерва И сгущенка И водка Даже икра кабачковая есть Да Похоже не простая была дама Наша раскола Галина Семеновна Слышь Армен Как говоришь Товарку твоей Клавы с базара звали? Не Галя? Слушай да Думаешь она? Ну если так То Клаву эту Навряд ли ты на рынке увидишь И накрылся наш план Со слежкой медным тазом Я все таки попробую Попробуй Давай Арменчик А мы здесь закончим его дело И за Клава на месте Действуем как договорено Я все отстрелялся Ну и что соседи говорят? Да говорят барыга Сестра жены нашего Первого секретаря К ней прям машиной возят Что за машина Ара Не приметили? Обижаешь начальник Чтоб наши люди что-то не приметили Грузовик Госномер РА 0423 Надо бы пробить его А БХСС на что? Считай их прямое дело Да Вам пока и каленого за глаза Молд есть? Спасибо Медицинский работник, пожалуйста Правду и известие Говоришь, правды нет Тогда советский спорт Возьмите Спасибо Здравствуйте, Зинаида Елларионна Добрый день Зинаида Елларионна Требуется ваша консультация Простите, а по какому вопросу? По профессиональному Субубо профессиональному Отвестимся Оставай Субубок Отвеститесь Добрый день Р cried Иди за ним Эй, хозяйка Документы на рыбу есть? Шо надо? Свидетельство о смерти Слушай, как дела? Нормально? Здесь твои супчики. Где ж быть? Здесь. А про меня сказала? Как просил. Сказала, что за золотом придешь. О, вон пялится. Хорошо меня видит. Ладно, я пошел. Пусть Ара догоняет. Так что, Федор Вакимович, закончили там? Ну и что, эксперты? Да и без них было понятно, что на силу сейф брать никто не думал. А ключом? Погоди. Вот что важно. Мы связываем это с Каленым или нет? Так в том и дело. Ладно. Ладно. Армен, что? Понял. Я здесь пока. Я здесь пока. Все до связи. Все. Слава Богу. Я отъехал. Бойцы в твоем распоряжении. Товарищи. Задание будет небезопасное. Поэтому, если кто в себе не уверен, еще не поздно отказаться. Гора, бегом. Какие-то на черном вороне, процедурный, даже забирают. Значит, это правда. Вы проводите эксперимент на живом человеке. В чем же эксперимент, Зинаида Ларионовна? Я наблюдала метод в действии. Я видела, это спасает людей. В госпитале армии США? Госпиталь – это место, где лечат раненых. Какая разница, армия США, не армия США? Если речь о жизни человека, врач не должен об этом думать. Не скажите. Если это советский врач, то он не может об этом не думать. Дарья Кирилловна, вы понимаете, что наша официальная медицина таких методов не практикует? Наша официальная медицина практикует то, что может сделать на потоке. И теми средствами, которые доступны для массового применения. Зинаида Ларионовна, ведь до того, как вы сами создали вакцину против холеры и пенициллин, их же никто в стране не применял? Куда мы идем? Майор, ты… Товарищ подполковник. Майор, что здесь происходит? Задержание подозреваемых. Кого, майор? Это мои люди. Извините, на них же не написано. Майор, что здесь происходит? Черт тебя подери! Проводим операцию. Какую нахрен операцию? Разрешите вас на два слова? Чтоб не при гражданских. Держи. Дарья Кирилловна, могу я посмотреть на вашего пациента? Да, конечно. Леша! Дарья Кирилловна, я тут это… Малость потерялся. О, как… Хух. Хух. Малость потерялся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что скажете, товарищ Ермолова? Смотрите. Девчонка в провинции. А какой урок нам всем преподала? Опыт уникальный. Ее нужно привлекать. Вы считаете? А как же? И Прохору Петровичу отзвонюсь обязательно. Такой человек и два года исполняющий обязанности начальника госпиталя. Это даже не смешно. И в Москве я доложу обязательно. До свидания, товарищ Ермолова. Всего доброго. Виктор Иванович, я не понял, так мы эту брать будем или нет? Ермолова когда уезжает? Завтра? Московским. Вот будет день, будет и пища. Да вы с ума все посходили? Фашисты на моей территории. Кто за коперчик? Кому это в голову? Что такое? Мы заняты. Подполковник Старюк вы вызывали. А? Начальник госбезопасности? Проходи, садись. Ведь по твоему вопросу заседаем. Нападение на склады, автоколонну, конный патруль. Дело рук фашистских диверсантов. А? Как вам это? Давайте, объясняйтесь. Мне кажется... Кажется, перекрестись. Товарищ Первый, думаю, подобные сведения носят непроверенный характер. И не должны вызывать панических настроений. Это кто тут паникует, а? Кто это тут паникует? Извините, я имел в виду... Имел он в виду. Знаем мы, что ты имел в виду. Давай ситуацию разъясняй. Считаю, кто-то либо решает снять ответственность за волну преступности в городе, либо поднять статус, создавая противника пострашнее. Виктор Иванович. А как же факты? Какие факты, Василий Макарович? Майор Драгон. Особые приемы ведения боя. Владение оружием. Совпадение почерка нападавших почти во всех эпизодах убийств. Помилуйте, ну где же тут фашисты? Ну вы, вы бывший разведчик. Вы что, не владеете этими особыми приемами? Владею. Но у меня на руке нет татуировки Бранденбург 800. Это факт, согласен. Но факт единичный, товарищи. Как мне сообщили, я тут же направил запрос, ответ будет на днях. Это беглые, товарищи. Если беглые, где ориентировка? Если из другого региона, она бы уже давно была. Если из нашего... Это исключено. Вы согласны, Прохор Петрович? Если из нашего, уж мы-то бы знали. Товарищ первый, разрешите? Да говорю уже. А если произошла ошибка? И в другом регионе бежавших посчитали погибшими? Или хуже того, местное начальство, прикрывая свою задницу, решило скрыть факт побега? Что тогда? Анна Антоновна, а где у нас Буров? Да-да, войдите. В чем дело, лейтенант? Извините, товарищ полковник. У вас к телефону с обкома партии. Идите, идите, лейтенант. Значит, контингент у нас в лагерях, по вашей оценке, весь на месте? Конечно. Да. Тогда еще вопрос. Помните, вы рассказывали о побеге пленных? Ну что вы, Прохор Петрович, этот побег был еще в феврале. Всех нашли в течение суток. Нет, всех ликвидировали при задержании. Всех, да. Спасибо. И вам всего доброго, Прохор Петрович. Всего доброго. Во-первых, всем персональные партийные взыскания. Пока устно. Пока. Во-вторых, разговоры о фашистах прекратить. Их у нас нет. И быть не может. В-третьих, банду ликвидировать в кратчайшие сроки. День прошел, осталось два. Свободны. Благодарю с вами. Благодарю, что я говорю. Спасибо. 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 Как успехи? С инструментом все просто. Надо же. Свинья на память. Просто цивилизованные люди. Гриф будет доволен. Не поэтому. Так. Ты открыл дверь? Гриф точно будет доволен. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слушай, что не вышел? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как говорит известная в городе Любаня, не суетись под клиента. Он или наш, или Яшин, никуда не денется. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здорово, мать! Корешок мой! Живет тут у вас! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здорово, мать! Корешок мой! Живет тут у вас! Рыбачок! А я фактирус запамятовал! Чернявый такой! Артемка, что ли? Ага. Он рыбалит, я не знала. Рыбалит, рыбалит. Квартира какая? На третьем? На последнем этаже справа синяя дверь. Ага. Спасибо, мать! Ага. 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 Крепать! Браво! Даруб застудаю. Все дело в медведей. Тяжеленный, не упрешь. В стену замурован, снизу бетоном залит. С кондачка его не взять. Стало быть, сука этот, хотел бабу на мальчика развести. Медведя опнуть, концы в воду. А мальчик-то вот он, поди-ка его возьми. А я прошу. Ну, козел, что у бабы мальчика нет. Нигде тему не светит. Завалил его со злости, да отвалил. Отвалил? Как или в медведе, что ценное, он будет искать, как сделать. Там и нужно его дожидать. Слышал? Может, сами по медведю прикинем? Погляди. Может, и прикинем? Ну, это уже вообще никакие ворота. Товарищ, перестаньте на дверь. Стаканы возвращаем, граждане. Лебекарь, фраер, я на озере Хасан, на всю балду контужен. Домали. Стояние. 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 Браво! Скрипач, салам! Слушай, играй! Скрипач! Браво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, красивая! Сделай-ка пивка, а! Хорошо. Только по-нашински. С довеском. Будем сделаны. Азалёная. Таким мороженым. Пожалуйста. Ну, что споёшь, бурундук? Был на базаре, кто не был. Всё ништяк. Чё, срисовался ли? А то! С базара до самой хазы за ним чапом. Щаплюка накатим и навестим. Навестим. Так поначалу с мусорком разберёмся, что ты нам на хвосте приволок. Два раза. Ха-ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ковалда, помнишь, ты на складах хотел завалить его? Сам же ж не дал. Так что, и нынче не поздно. Так может, он не за рундуком подтянулся, а так, по пивку просто. Посырим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Повторички нам еще! Я там уже попебал! Может еще что-нибудь хотеть? Может, водочка? Нет, благодарю, благодарю. Не понял. Поликарпыч, кто-то счет просил. Пивка бы принес лучше. Молодой человек звонил по телефону. Нужен вам этот гембель, если он минуточку милиционер. Армен! Смешание! Возьмите на себя черный ход! Мишка-джан! Заводи кирогаз! Что, Бурандычок, опять накосорезил? Клавка с базара, сука, заложила. Зато по сляпо-базаре Мазара собрываться надо. Ша! Жиган, ша! Не рыпайся! Наканаем на троих. Если мент пасет нас, почапаешь за ним, грохнем его сразу у выхода. Если нет, выйдешь чуть и после. И уже мы поглядим, пошел он за тобой или нет. Мы будем ждать напротив, в проволочке, в тенечке, понад забором. И шо? Как шо? Тормозим от менты, значит еще поживет. А когда за тобой наладится, значит судьба. Музыка 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 Не ходи за ними. Они тебя срисовали. Выход через черный ход. Левая дверь в холе. Пошел. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты что, мужик, во что маэстро обидел? – С дороги, военный! – Чего? С дороги, сука! Завалю! Давай! Доктора надо! Доктора! А? Убрать здесь! – Пойдем, молодец, нет? – За что ему ходим? – За что ему ходим? – За что ему ходим? – А вот нет, делай. – Тьфу! – Алло, малюк, алёный! Что-то долго! – Кувалда! – Ну, валянь, шо там да как! Пошел! Да! Хулиганьон, а? На, шалупой! Что, встал, кувалда, давай! Сваливать надо! А есть какие-то особые приметы? О! Здорово, дед Ворова. Не может быть. Сам Федор Акимович. И как вы себе имеете? Так себе. Что случилось? Каленова повидать хотел. Что-то он меня не дождался. Не подскажешь, где с ним пересечься. Не сторож, я брату своему. Понятно, не подскажешь. Боюсь, вы как всегда правы. Так пейше держать. Здоровье. И документ приготовь для порядка. Начинается. Что тут у тебя, Федор Акимович? Ну, вот знакомься, Егор Никитич. Дед Ворова. Вроде законопослушный гражданин. Даже паспорт на руках имеется. А на самом деле? Законник. Как говорят, вор Непманский. Коронован в двадцать девятом. Я извиняюсь, граждане. Стол не имеет вида, чтоб пригласить. Перебьемся. Так понимаешь, что не скажешь ничего? Чтобы да, так и нет. Имею спросить вопрос. Мы же не того ищете? Ну что, мужики, на сегодня я по домам? Да. Миш, подбрось ребят в общежитие. Хорошо. Городжан, а ты не едешь, да? В госпитале за ночью. Федь, ты решил, как мы завтра дежурим? Так договорились, с утра аромен, с обеда я, потом яха. Слушай, надо поменяться, да? С утра я поеду на базар. Накатят на эту клаву, Арра, я уверен, да? К семье подойду. Угу. Ну так что, поехали. Иди, Арра, я догоню. Городжан, я хочу говорить с тобой серьезно. Прямо серьезно? Да, серьезно. Три дня уже хочу. Слушаю тебя, Армен. Слушай, я на почту заезжал. Так. Я подумал, ты с Нахичевани, папу, маму ее знаешь. Яра, ты мне друг, да? Сговариваемся. Молодец. Но солнышко-то не против. И как против. Совсем даже и за. Поздравляю. Когда? Слушай, завтра с этими каленами-шмаленами разберемся. И решим. Да. Вот такая история, Лех. Угу. Непростые бандюки оказались. Ну и ты тоже, горы. Не лаптим щи, а? Хорошее дело. Придумал. Да? Так, ребятушки. Кончайте разговоры. Уверен, наделись ей переезжать. А. Ну, давай, герой. Вставай. Ой, сам, 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 сам. Ну, давай, сам. Баб Ганя, а куда переезжаем? Опа. Место шикарное. На шестерых. На второй этаж. Так мне же уже приготовили на третьем, а? Как это? Кто? Да вот. Егор Никитич с Дарьей Кирилловной посоветовались. Правильно? Леш. Чего? Я, конечно, понимаю, что тебе по ранению положено. Но есть же какие-то вещи. Ты на себя посмотри, куда ты собрался. Не, походи. Я тебе серьезно говорю, Гор. А я-то, думаю, шутки шучу. Ну-ка, баб Гань, выйди на минуту. Выйди, выйди. Леша. Противник у нас. Зверь. А тебя вон ветром шатает. Да ты чего? Это с непривычки просто, это понимаешь? Да, спал я, отойди. Отойди. А? И никак иначе. Редактор субтитров А.Семкин. Во второй половине сороковых годов идеология, политика и экономика перестали быть главными сферами приложения сил на международной арене. Атомной бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки США недвусмысленно заявили о своем превосходстве. Моментальная гибель миллионов японцев позволила Соединенным Штатам перейти в диалоги с миром на язык атомной дипломатии. СССР активнейшим образом вел работы по созданию собственной атомной бомбы. На это были брошены лучшие умы науки и огромные материальные ресурсы. Сферой особого противостояния между СССР и США стала борьба разведок за наследие германского атомного проекта, за информацию, за специалистов, за новые идеи. Бойцы невидимого фронта всеми доступными средствами добывали секретные сведения и препятствовали достижению целей, намеченных противником. Раскручиваемый с обеих сторон маховик гонки вооружений стремительно набирал обороты. Лимончик принеси. Лимончик принеси. Лимончик принеси. Лимончик house ish! Лимончик lassen. Много став hardest Youtuberrudди не заб주는 местности. Он тоже благодарен Помянем новопредставленную Роскову Галину Семеновну. Земля и пухом. Фрош, а правда, что ее фашисты? Я тут у вас крайнюю муху слышала. А ты всякую хрень не слушай. Мало ли, чему этому майору СББ привиделось. Может, он, понимаешь, свое не отвоевал. Гриф, послушай, мы, разумеется, готовы к чему угодно, но… Но лучше все делать сознательно. Мы хотим знать, что это. Я же сказал, оружие. Точнее, какая-то важная часть того самого чуда оружия, о котором так много говорили в конце войны. Хватит вопросов. Думаю, большего не знает даже тот, кто дает нам приказы. Хорошо, если наша цель вот этот, этот ящик, какого черта мы до сих пор не ушли? Во-первых, не только он. Во-вторых, возникли непредвиденные сложности. Там, на последней странице. Ты что, хочешь сказать, это дрозд? Нельзя исключить. Я не верю. Как это возможно? В крайнем случае, он должен был воспользоваться капсулой. Подожди, там написано, что когда его взяли, он был бессознат. Почему мы должны этому верить? Разве это не может быть ловушкой? Может. Так, и что нам делать? Просто выполнить приказ. Вчера на встрече вопрос обсуждался. И что это за приказ? Если это ловушка, мы не должны в нее попасть. Человека в госпитале надо убить. Хотел бы я взглянуть на того, кто отдает такие приказы. Ты не поверишь, это Ланге. Что? Не может быть. В Ланге нет живых. Может, ты чего-то перепутал? И с той заварушки не ушел никто. Сам не думал. Но факт есть факт. Теперь мы с Ланге в одной команде. Черт. Всегда хотел служить под началом Ланге. Надо же, вот это удача. Это большая удача. У нас есть план? Конечно. Завтра идешь в город. Задача номер один – проверить госпиталь. Есть задача номер два? Машина. Если с ней порядок, надо поменять номер и подогнать ее на точку. Если нет, с утра надо раздобыть новую. Да, загляни в аптеку. Ясно. Значит, мы все-таки уходим? Пока перебираемся в город. Получаем новую инструкцию. Как там, Осипенков? Все очень хорошо. Ты даже не представляешь, какие кони красавцы. Это что-то. Да я себе не представляю. Очень даже представляю. Не зря таки именная порода-то – буденовцы. Мы их ищем. Ух! Прош, делегацию в Москву должен возглавлять ты. Это звезда героя. И наградят того, кто будет на глазах. Кто будет сам возглавлять. А генерал, куда я делаю? Он же личный друг Буденова, понимаешь? Тот его сам на завод поставил. Как я его сейчас могу отстранить? Никак. Ну, ты бы меня в состав делегации включил. Представляешь? Вдвоем в Москве. В хороших условиях. В шикарной гостинице. Не могу. Раньше он сказал другое дело, но сейчас нет. Никак. А ты подумай, Проша. Подумай. Ты встретился бы с важными людьми. Ну, по поводу твоего перевода. Не знаю, Анют. Зерно, конечно, в этом есть. Ты права. Ну, где же страничь-то было? Не. Вы валите, я сейчас. Шиган, бляха, муха. Да валите, валите. Пойдем. Ну, все, Фролка, иди, иди. Не мешай. Ну, все, Фролка, иди, иди. Не мешай. Я нет. Христос Богом, Христос. Я, а они сами, я не... Весно, не гони. Колись, жизнь дорога. Колись, как на духу. За фраера, за мусоров. Все, что знаешь. А ну, всем стоять. Руки в гору. Руки, кому сказал? Начинаем производственную гимнастику. Ноги на ширине плеч. Ага, понял. Понял. Боец обыскать. Ноги рассунул. Что, не ясно? Яша, давай понятых. Так, вы, вы, подойдите. Что я-то? Что я? Не терепейся. Я говорю, подойдите. Руки. Так, пошел. Давай, давай, двигай. Топай. Слушай, давай в КПЗ. Пусть сразу арабы проникнутся. Спасибо. Та не мазачу. Перший пошел. Атака! Не стреляй! Стоять! Где? Пошел, пошел. Садись! Взять! Взять! Вон! Уходим! Стоять! Взять! Взять! Не дергайся, басота. А то мировым час отстрелю что-нибудь. Можешь, ты. Жмите. Забирай его, ешь! Извините, пришлось немножко подождать меня с шефом, Надо было посидеть. Что-то праздновали? У него вчера родственницы убили. Ничего себе. Как это случилось? Ограбление в собственной квартире. Знают кто? Есть версии? Делом занимается УББ. Майор Драгун один из лучших. Он сможет выйти на след. Может мне подключиться? Не думаю, что это необходимо, хотя с другой стороны. Если что, я готов. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК На нашем районе залетных нет. Все прошерстили. Прям медика какая. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК И ВСЕКИ Босики сява, если что, за базар ответишь. Да, сукой буду. С Одессы были Формозоны, пару недель тому, как понтер с Москвы залетал. И так в шалупонь. Каленый, где Каленый? А тут я, что за шухер? Сгорели мы. Кувалда, жмур. Бундука повязали. Я еле свинтил. Обложили нас. Каленый, валить надо! Не будем гнать по бездорожью. Дурма и Семенна, там все в порядке? Чтобы я так была здорова, деточек, о чём вы говорите? Шикарная квартирка, берегла себе в убыток для тех, кто понимает. Так хоть и ныне грех было подождать. Ой, Эсмер, мой маленький гешефт с ваше большое счастье. Ну хорошо. Минуточку. Имею кое-что предложить. Чулки, капром и остальное. Всё трофейное французской мануфактуры. Hicken and picken. Просто незаменимо. Сколько? Субтитры создавал DimaTorzok Анна Антоновна, ну что же вы? Ну простите. Вот тут мужчина попросил помочь с букетом. Извините, я сам не местный, а вы не подскажете, где улица Нансова? Вы знаете, я, к сожалению, тоже не местный. Зоханга, что вы забыли на твою улицу Нансова? Какие склады мармелады, граждане? Да я в натуре первый раз об этом слышал. Ты, Бурундук, нам тут комедию не ломай. Говно ты не артист. Обижаешь, начальник? Пока нет. Ну очень хочется. Так что уповедаешь за убийство гражданки Росковой. Какая еще мокруха? А на это что скажешь? В картишке поднял, не иначе. Верно? Какой ты умный начальник. Да в натуре фраера какого-то нынче ночью чистую раздел. Ты у клёпа спроси. Ой, гляди, Бурундук. Тебе жить. Жить мне, начальник, как ты решишь. Не, Бурундук, как сам выберешь. О, привет, маэстро. Какими судьбами? Здравиясь, Егор Никитич. Да, вот. На работу пришел устраиваться? Молодец. Нет, спасибо, я лучше музыкант. Ну, молодец, хорошо. Добрый день, Бурундук. Привет. А, в этом смысле. Ну-ну. Я, пожалуй, тоже пойду. Чай попьешь и пойдешь. Ты так и будешь весь деньголовную отдать. Юля, ну у нас же в ресторане репетиция. Мне уж по лекарпочту суп нальет. Убийство Росковой. По цацкам, изъятому Бурундука, купленого нужно вызывать. По описанию вроде совпадает. Надо, чтобы она опознала, сестры это ее или нет. А что, сомнений есть? Да все здесь непросто. Тушенка эта, американская. Но ровно, как из машины интендантов. Откуда она у Росковой? Ну, так занимайся. Занимаемся? Яша машину пробивает, что Росковой продукты возила. Склады и проверим. Грузили на нее тушенку или нет? А ну, как на Бранденбург выйдем. Смотри, Егор. Огребем мы с этими Бранденбургами по полной программе. И с газетой. Ну, а как их еще вытащить, Василий Макарыч? Ну, никак. Ну, значит, отвечу, если что. В связи с вышеизложенным прошу рассмотреть мое ходатайство о помиловании и отправке на родину в первой партии контингента подлежащего репатриации. Написали? Так точно. Будьте любезны, поставьте завтрашнюю дату, время 8.30, и распишитесь. Готово. Скажите, Йост, известно ли вам что-нибудь о бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки американцами в 45-м? Почти ничего. То есть, разумеется, я слышал об этом факте, но только со слов товарищей, которые читали об этом в русской прессе. Да-да, сами вы не читаете. Я и говорю очень плохо. Признаться, русский оказался для меня крепким орешком. Хорошо. И что вы думаете по поводу этих бомбардировок? Правда ли, что при взрыве каждой бомбы погибло около 100 тысяч человек? Это ужасно. Это ужасная ошибка. Что вы думаете по поводу дальнейших перспектив таких вооружений? Каковы пределы, скажем, мощности? Простите, но я не понимаю, почему вы задаете этот вопрос мне, чистому гуманитарию? Я мог бы попытаться оценить это с философской точки зрения. Хватит. Мы оба знаем, что ваше имя вовсе не Йоган Йост, а Отто Хартель. Я как-то не сразу сообразил, что за годы плена вы сильно изменились. И главное, похудели, Отто Хартель. Впрочем, если вы уже привыкли к новому имени, я могу продолжать звать вас Йост. Что скажете? Да, зовите меня Йост. Когда стало ясно, что плен неизбежен, я воспользовался бумагами убитого солдата. Зачем? Он был одинок. А у меня жена и дети. Я не хотел осложнений для них, это совершенно очевидно. Вот как. А у меня другая версия. Ну, что это? Ну, по всему городу никто никого не надыбывал. Ну, как так, а? Я на вас ужасно улюбляюсь, соленый. А что в твоем районе? Другая картина? Может, ты хотел, чтобы мы-то были лохи? Я извиняюсь, но оказались другие люди. Да нас просто обложили со всех сторон. Мусора вплотную подошли. Да я в курсе. Ай, нарыть бы, где козлов этих залетных, вольнуть бы их. Да на гастроль податься тут. Так стремновато тут стало же. Таки да, на своем месте я бы мотал. Да и то мне ж лоб зеленкой помазал. Мне попадаться-то никак. Да ладно. Слышал, хозяин указ дал. Нынче вы шаг по боку. Лафа. А, это ты кувалде прокашляй. Ну, ежели на гастроль подаваться, не мешало бы того медведка пощупать. Мы днями за мальчика не договорили. А Рябой его у той барыжницы помыл. Что вы навещали? Да, там в стене дверка, где тварава. Не нравитесь. Да на этом сейфе пробы ставить негде. Его еще в седьмом году купец Дунаев с Англией выписал. Вещь известная, многие пробовали его взять. Только выходит из этого один пшик. Ключ иметь в этом деле не значит ничему. Там есть секрет, который сегодня в Ростове никто не знает. Так кто брал-то? Еще поглядеть надо. Какие люди? Один Боря Петерсон. Чего стоит? Медвежатники в Европе работали. Не, на месте его не взяли. Только ежели вывезти? Желан, ты видал тот сейф? Не, Галеный. Без Навару. Так тогда нужен такой, как Боря Петерсон. Нет у кого на примете? За это забудь. Таких людей давно нет. Они скоро будут. Странно, что вы не делаете правильных выводов из нашего разговора. Поверьте, я хочу вам помочь. Но для этого я должен быть убежден в вашей искренности. Пока же я вижу, что вы по-прежнему пытаетесь лгать даже в малом. Я выдал себя за другого только ради семьи. Допускаю, что этот мотив вам может казаться странным, но сказать на эту тему мне больше нечего. Странно другое. Вы не выглядите глупым или наивным. Почему же вы считаете таковым меня? Боже упаси, ничего подобного. Отчего же вы думаете, что, зная ваше настоящее имя, Отто Хартель, я не знаю и всего остального. Ваше заявление. Я попросил написать завтрашнюю дату и время 8.30. Почему? Написал, как вы приказали. Вы и правда не поняли? Хорошо. В дате и времени почти весь цифровой ряд, за исключением шестерки. Но это уже не принципиально. Теперь догадываетесь? Даже поверхностное сравнение цифр, написанных здесь и в вашем заявлении, доказывает, что это одна рука. И вот еще. Взгляните. Откуда это у вас? Разумеется, из трофейного архива лаборатории доктора Трингса. К сожалению, мне пора. Но завтра я хочу услышать ваш подробный, честный рассказ о себе. И кое-что еще. КОНЕЦ 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 Передохни. Привет. Здорово, скрипач. Клево пилишь. Правда, музыка нравится? В натуре. Где наботыкался? Здесь. Я же местный. А что-то я тебя раньше не видал. Так война. Я с армии пришел, неделя не прошло. 44 года не играл. А правда, что тебя сюда сам дед Варава прислал? Ну, правда. Я смотрю, у вас здесь вообще без него ничего не обходится. Ясен пень. Это же дед Варава. А ты его откуда знаешь? За до войны? Нет. Недавно познакомились. А ты? Я-то? Я давно. Я свой. В смысле? Местный? Такой местный. Свой. Понятно. Нет, ну, так ты из Тагодрога. С детдома. Сбежал? Когда война началась, в Москву решил свинтить. Вышло только до сюда. Поначалу у тетки одной обоставался. А потом свинтил, когда фриц на постной приказал. Пятерил с бронемашиной. А дальше? А потом с людьми скорешился. Понятно. Еще хочешь? Да ладно. Я берега знаю. Да ты вообще, я вижу, пацан смышленый. Ты всю жизнь так и собираешься воровать? А шо? А на скрипке научиться хочешь? Кто я? Ну не я же. Я-то играю уже. Хотя я все равно еще учиться буду. Кто ты? Ну а как? Музыка, брат, дело такое. Ну? Нет. Не. Не выйдет. Жулик я. Воткнул? Нет. А ты воткни. И вот шо. Зря ты за меня в траме вписался. Коль и шо, я бы и сам его в раз чикнул. Ну ты даешь. Вот так. Скрипач. Сява теперь тебе по-любому дойдет. Грилой вот. Ну что же мне теперь? Какого-то сяву бояться. А шо самое оно, скрипач? Отвалишь, Шкет, у меня к скрипачу пара слов без протокола. Ну? Шо улыбишься, Фуфил? А я ведь на меня не рисанул, как ты мусору за бурундука шептал. В окошко зазырил. Эй ты. Как тебе там? Ты вообще о чем? Шо не лыбишься очкожим жил? Гляди, расчухает братва, ручонки твои скрипацкие пара словах. Я этими руками на фруксе три тысячи мин поставил, столько же снял, а потом считать перестал. Так шо не тебе, крысеныш. Меня наиспух брать. Э, шо сбурели? Моя! Шо тут заебал? Да так, поговорили. Скрипач нас ментам заложил. Да ну! А шо ж ты шлемазал до сих пор свободный такой? Имеешь шо сказать? Я шо здесь, шо б мусорам стучать? Я деньги зарабатываю. Играйте, мой. А говорить много не надо. Играйте, и будет вам хороший порнос. Спасибо, Павел Николаевич, огромное. Не за что, Виктор Иванович, не за что. Как же? Кто еще мог дать такую квалифицированную консультацию? А вопрос острый. С одной стороны, прямое указание первого секретаря, с другой, все-таки прямая улика. Не в лагере же этому трупу наколку соорудили. Ясно? Из Бальденбург 800? И вроде дело мое. Но ни телефонограмм, ни ориентировок. Так что Прохор Петрович прав. В худшем случае единичный побег, который кто-то попытался скрыть. Но все равно с этим делом нужно хорошо разобраться. Отправить рапорт по инстанциям. Рапорт? Я вчера еще подготовил. Ну вот отправляйте, не тяните. Конечно, Павел Николаевич. Вы правы. Труп этого Бранденбурга появился давно. Но за промедление вас никто не осудит. Нападение на склады, убийство, это чистая уголовщина. Дело милиции. Интендант и, понятное дело, военная прокуратура. Так что ваше подключение только сейчас абсолютно оправданно. Ну вот что, Виктор Иванович. Мы с вами не должны размениваться по мелочам. Отвлекаться на такого рода эпизоды. Отправили рапорт. Дальше в рабочем порядке. Третья мировая не за горами. Так что мы с вами должны сконцентрироваться на иностранных шпионах и на изменниках Родины. Вот от кого исходит реальная угроза. А не от каких-то беглых военнопленных или черт знает кого. Извиняюсь, Павел Николаевич, но вы-то как раз заняты военнопленными. Это официальная версия. Чем на самом деле я здесь занимаюсь, знаю только там. Как закончу, расскажу. Слово офицера. Музыки, здесь военный госпиталь. Шо, так зубы все больше читать не умоешь? У двери же написано. Мне бы к доктору, а. А че, зубник у нас здесь или как? Вроде нет. Старцающий вход, вроде там. Здесь там точно нет. Спасибо. Даша. А как вообще у меня рука? Вполне. Ты же и сам знаешь. Это была попытка выяснить причину твоей задумчивости. Ну в чем дело? Вчерашний день пережили, пора забыть. Леха ожил, Ермолова тебя похвалила. Все же хорошо. Или нет? Я тебе вчера не все сказала. Так. Ермолова предложила мне подумать. Она зовет меня в Москву, в свой институт. Опаньки. Ну и что ты думаешь? Не знаю. А ты? А шо я? Соглашайся? Новый город, новое дело, новые люди. Нельзя ж в прошлом жить. Ты Пашу имеешь ввиду? Я вообще имею ввиду. Гора. Паша погиб три года назад. Я очень любила его, и он меня, ты знаешь. Ну как ты думаешь, хотел ли бы он, чтобы я тоже погибла? Да. Паша. Ермол хотел бы, чтобы я жила. Жила за нас обоих. И не прошлой войной, а обычной, нормальной жизнью. Ты знаешь. Товарищ майор, там на третьем поймали кого-то. Товарищ майор, задержан при попытке прорыва в палату. Оружия нет. Граждане, повернитесь. Граждане, это ж ни в какие ворота. У меня тут брат с войны лежит. Тяжело раненый. Я хожу регулярно. Фамилия брата? Подполковник Ракитин. Его перевели в двести четвертую, на втором. Можете идти, вы свободны. Извините. Да что вы. Спасибо. Спасибо. Кто-нибудь еще был? Ефрейтор еще какой-то с зубами. Доктор искал. Я его послал, он ушел. Здесь лестница. Если с центрального, наша справа. Третий этаж направо, палата в углу. Двери караул. В палате напротив смена. Как думаешь, сколько их в карауле? Видел троих. Но сержант старше наряда. То есть еще один, как минимум. Есть охрана в самой палате? Не знаю, может быть. Но у нас глушители, ножи и фактор внезапности. А открытый штурм слишком рискован. Ну, если наша цель этот ящик, какого черта нам лезть в эту задницу? Можно же просто уйти. Ланге не отдал бы бессмысленный приказ и обсуждать его мы не будем. Здесь у нас, здесь у нас за дверью гранаты, взрывчатка, мины, еще зенитные снаряды. Штук двести, не меньше. Если рвануть перед самой атакой, то даже здесь, прямо на острове. Достаточно будет, чтобы отвлечь внимание. Отходить будет проще. Вернемся к началу. Наша задача – вытащить дрозда, если есть шанс, если нет – убить. А их задача? Взять нас. Давайте исходить из этого. Взять нас или, по крайней мере, отбиться, не допустить в палату. Если наша задача неизменна, надо поменять их приоритеты. Устроить, чтобы они сами вытащили дрозда или пустили нас к нему добровольно. Сработать под МГБ не пойдет. Своих они знают в лицо. Стриж, напомни ко мне номер автомобиля. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто? Жиган. Ты в одного. Сяв со мной. Больше всего. Лады. Жиган. Добра натырил. И что с таким местом? Беган намылился? С бегами походим. А добро? Самый цвет. Если на медведя подпишемся. Как? Я двора вовсю доходчиво разъяснил. На месте не взять. Оттуда не вынуть. Сам базарил. Без навару. А что за брень? Бомба. Кумулятивная граната. Я ищу войну. Фрицев спер так. На всякие пожарные. А что? Запас карман не рвет. Так и вышло. И что с имя? А вот Сева смекнул. Медведя взять нижним камуром. Потолок. В квартире под ним подорвать. И все дела. Там под хазой. Магаз в ремонте. Калила эту трехтонку внутря подогнать. Медведку заразы примем. Потом сюда свезем. И как-то уже это... А потолок то позорвет. Ты что ли? Есть один спец. Скрипач на шалмане. В войну сапером был. Дедоворовый карифан. Так он борзой со мной толковать не станет. Лады. Скрипача беру на себя. С тебя же анхаза прокачай там все. Чтоб без подстав. Чтоб на мусоров не нарваться. Ну а с тебя Сева Лайта потянешь? А шо я и за баранкой могу? Ну ништяк. Только колес старых в кузов накидаем, чтоб не пробить. Ну че? Коль сетики так. Завтра ночью делягу делаем, дербаним куш. И валим с городу. И валим с гарантом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Логика глобального противостояния в холодной войне Сделала научную мысль ведущим фактором, определяющим развитие соперничающих стран. В 1947 году постановлением Совета министров СССР был учрежден Государственный реестр научных открытий. Решение было продиктовано духом ленинского тезиса о полном учете и контроле над любым продуктом, производимым в стране. Это оправдывало содержание лучших ученых в так называемых «шарашках» – секретных институтах и конструкторских бюро, находящихся в подчинении МВД СССР. Реестр закреплял за государством права собственности на достижение ученых и обеспечивал сохранение вокруг них режима полной секретности. После окончания войны «шарашки» стали активно пополняться немецкими специалистами, как вывезенными из Германии, так и обнаруженными среди военнопленных. Некоторые немецкие ученые за результаты своей работы были удостойны правительственных наград и сталинских премий. Субтитры создавал DimaTorzok «Мне у нас. Мне еще надо заехать домой переодеться». Понимаю, жена Цезаря должна быть вне подозрений. Бери выше. Походно-полевая жена первого секретаря. Пять лет уже. Кто бы знал, как мне это надоело. Почему не догадалась делать это раньше? Что не догадалась? Квартиру снять. Пожалуй, сегодня первый раз за эти пять лет мне было так хорошо. Может, бросишься и со мной? Дело почти сделано. Я заканчиваю. Не думаю, что это возможно. А ты подумай. Сделаешь мне предложение. Юля, ну хоть ты скажи, что шутка, повторенная дважды, считается глупостью. Ой, я-я-я-я-я-я. Да ладно. Да ладно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здорово, Никитич! Здорово! У нас сегодня ранняя пташка! Да Арменчик ни свет ни заря прилетел в госпиталь, сменил меня! Куда же еще ехать? Чай будешь, я заварил? Не откажусь! А потом можно и с бурундуком побеседовать! У Пленого была вчера? У Пленого была все цацки изъяты, бурундука опознала. Ой, чуя, не обошлось здесь без Каленого. Армен утверждает, что у Каленого алиби стопроцентное. Да? Если верить Рябому, а я ему верю, он краденые ключи от сейфа Росковой Каленому за долги отдал. Так, стал быть, ты считаешь, что Каленый Роскову из-за сейфа и убил? За Каленым не заржавеет. Это да. Но есть моменты. Я же говорю, алиби. Первое. В морге тело малька его бабки выдали. И хранила она его у себя на хуторе Усть-Куйсук. А бабку зовут Каленкина Мария Ивановна. Каленым родная мать. Да. Так вот, Мишка с Арменом вчера в Усть-Куйсуге были. Поговорили, карточки народу показали. Так вот, Каленый был на похоронах. И ночь он провел там. Значит, люди Каленого сделали. Бурундук же был на квартире. Так, а я был в морге у Михаила Ильича. И это второе. И знаешь, что он мне сказал? У Роскова убили не люди Каленого. На-ка, почитай. И скажи мне, много ли ты жуликов знаешь, которые могут точечным ударом сердце остановить? Так что с Бурундуком делать? Надо выяснить у него, где логово Каленого и к следакам. Пусть ведут к ра... Не расколет за ним, как я выяснил. Акимыч, ну не мне ж тебя учить как? Так, давайте, давайте, молодежь. Давайте, давайте, дотелный проворот. Давайте, пошли быстрее. Давайте, быстрее. Давайте. Пошли. Слушай, а может его, как Рябова, твоими орденами на понт взять? Бурундук не пацан. Калач четертый. Шема чьи-то ордена. Никитич, а ты войну вроде как офицером начинал? Ну да, с Орлеем. А орден славы? Откуда? Вроде как награда солдатская, офицеру не положено. Ты же Федор Акимович сыщик. Чего вопросы такие детские задаешь? Да неловко как-то. Хочется, чтобы между своими ясно все было. Ты в штрафбате сколько отмотал? Три месяца, как положено. Да, еще недели две-три, пока документы ходили. Все вернули. Звания, награды. Он еще славу заработал. За что попал? Одному подполу в лицо дал. С чего? Ладно, не говори. Тем более знаю все. Ну что, сам сказал, что я сыщик. Да? И что ты знаешь? Что подполу этому ты не просто так в лицо дал, а чуть не прибил. И не откачай его, Дарья Кирилловна, не здесь бы тебе сидеть, а где-то в яме лежать. Все? Почти. Да ты не журис, не течь. Если бы только моей так нагло приставал, я бы точно прибил. А какого хрена ты вообще этот разговор затеял, если ты такой знающий? Такого. Что нам с тобой еще не раз спиной к спине стоять? А коли ясно все, так и сомнений нет. Ладно. Еще вопросы есть? Что ж не женишься? Пей чай, Федя. Что ж у нас так грязно-то, а? Дежурный! Так точно, Семен Михайлович. Генерал Осипенков лично, да? Позавчера еще прибыли. Да, конечно, с форажом у нас все в полном порядке, а как же. Сегодня намечено, после обеда. В обязательном порядке сам буду, вечером доложу. Так точно. И вам всего хорошего. На связи. Вот черт. Анюта, зайди. На сколько у меня Осипенков вызван? Вы сказали, на 15, я так и передала. А что отменять? Все отменяется. Маршал звонил, контрольным стартом интересуется. Так что ты Осипенкову сюда вызов отмени. Как совсем? Сам на ипадром поеду. Раз уж докладывать, то не со слов. Генералу скажу, пусть старт назначает на 5. Угу. 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 Ты смотри, уродина. Хрен ли рот отзявил. Башкой своей вердит, упоройлой. Я из-за тебя машину чуть не повял. Убивал бы таких суков. Совсем нюх потеряли. Шевелите булками. Опаздываю. Эй, пацан, подсоби, одному не управится. Алексей Степанович, ну ей-богу, а? Вы меня балуете. Спасибо. Анна Антоновна, Анечка, улетаю я послезавтра утром, а завтра вечером освобожусь пораньше. Поужинаем? Ну, почему бы и нет. Доезжайте. Не понял. Что это за дом моделей? Тебя, капитан, страна самолетом туда-сюда возит, чтоб ты с бабами крутил или делом занимался? Виноват, товарищ первый. Свободен. Анна Антоновна, зайдемте. И что это происходит? А ты мне скажи! Ничего нового. Алексей Степанович сделал мне предложение. Зовет меня к себе в Москву, ждет ответ. А что? Ну, ты же не зовешь меня с собой в Москву, хотя тебе это ничего не стоит. Фильдъегерем меня шантажируешь. Фильдъегерем! Осторожнее белье французского. Я понимаю, Буров, но Фильдъегер, он кто? Кто он? Ну? Я Отто Хартель, сотрудник лаборатории доктора Тринкса, которая занималась термоядерным оружием. Проще говоря, созданием водородной бомбы. Если вы хоть немного в материале, должны понимать, что бомбы, сброшенные американцами на Японию, считались нами вспомогательным узлом еще до войны. Вами с доктором Тринксом? Почему же лаборатория была разогнана? Ведь ваша бомба гораздо перспективнее. Конечно. Водородная бомба сопоставима с атомной лишь массой и габаритами. Но ее разрушительная сила может быть в десятки, сотни раз выше. В чем же дело? Не в чем, а в ком. Геринг. Этот кретин был не способен оценить выкладки и требовал, чтобы мы получили результаты на опытных образцах. Вообще-то его можно понять. Нет. Термоядерная реакция отличается принципиально. На шарах габаритами с мяч результаты не получить. Только готовое изделие достаточной массы способно дать необходимую реакцию. И это не все. Там целый комплекс проблем. Нужны были деньги. Но в атомную бомбу Геринг верил. Верил? Да он был зациклен на этом, в сущности, служебном элементе, как дитя на любимой игрушке. Это вы говорите о бомбе, которая разом уничтожает 100 тысяч человек? Слушайте. Сколько живет в Москве и Ленинграде? Миллионов десять? Причем тут это? Просто пример. Одна моя бомба, упав между этими городами, сотрет с лица земли оба. Понимаете? Оба. И что, это ваша бомба тут, между газетными строчками? Нет. Там жалкие частности. Моя бомба здесь. Знаете? А ведь истинная цель моей командировки найти вас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Эй, пацан, какого чёрта? Так я, это, халтурка есть, барахлишко подвезти. Подпишешься? Халтурка? Давай, заводи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так шо, канаем? Как-нибудь в другой раз. За ним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леха, здорово. Яша. Привет, Яша. Не узнал, богатым будешь. А Леха где? Нет. Укол дело хорошее, голове лучше. Так что, бары здесь дорогие. Да, вот зашёл как раз. Хорошо, обязательно посмотрю. Всё до связи. Армен, а где тебя чёрти носят? Тебя Яша уже час назад сменил. Ой, Егор Аджан, этот Яша такой неделикатный. Что, опять на почте был? Слушай, а откуда знаешь? Федор Акимович у нас сыщик. Про всех всё знает. Во-первых, заезжала в первую очередь на квартиру Красковой. Как там за хода? Спали. Пришлось немного порядок наводить, вот поэтому задержался. Нет, на почту я тоже заскочил, но это ара по пути. Армен, чё ты сидишь? Ну давай, что там, Яша нарыл? Кое-что есть. Я пока ехал, просматривал. Посмотрим. Что ты там просмотрел? Итак. Интересующий нас грузовик, который ввозил продукты. Росковой Галине Семёновне. Опаньки. Слушай, что скажешь? Только за последний месяц. ОББ. Офигеть. Что передать? А, понял. Слушай, Никитич, там тебя внизу ждёт кто? Кто? Я не спросил. Сейчас узнаем. В шутку. В шутку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Кажется, имею пару слов за тех, что ищете. Это залетные. Залетные. И вроде как не блатные, да? Сказал мне Яну, думаю, именно так. А с чего ты так думаешь? Не спрашивайте, как, но ваше кино это с немцами. Мы имели видеть вместе. И что с того? Так и помочь хочу. Чтоб ты занимался не нами, а делом. Помочь. Вроде как-то справлялись. Справлялись. Так кто был не Бранденбург-800? Что за ерунда? Что за ерунда? Что за ерунда? Где? Это точно? Спасибо за связи. Орлов говорит, с Береговой звонили. На Зеленом острове что-то рвануло. Слушай, что там на острове? Понял тебя, Леха, понял, понял, едем. Мужики, в госпитале пожар. Какого черта? Какой пожар? Быстренько, ребятушки. Быстренько. Дорогу, дорогу. Ну что выстроились там? Маша, Маша, ты где? Давай, помоги. На, на кой вот, на кой. В Афгане, я пошел дальше. Беги, 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 беги. Спокойно. Расступитесь. Расступились. Стали по стене в колонну по одному. Живо. Дарья Кирилловна, куда дальше? В 22-й еще трое. Идемте. Выходим. По одному. Держитесь правее. Спокойно. Осторожно. Сюда, 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 сюда. Да. Аккуратно. 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 Разворачивайте. Разворачивайте. Или химикаты какие-то взорвались от солнца. Все, спокойно, спокойно. Тихо. Вставай, вставай, миленький. Даша. Давай. Гора. Аккуратно. Ну, давай. Давай, 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 давай. Армен, справишься? Да. Даша, как ты? Все хорошо. Пойдем. Еще кто-то есть? Там в крайних палатах еще могут быть. Пойдем. Вниз. Вниз. Там люди не задыхаются. Людей не хватает. Не положено. Мы на посту. Один на посту, двое вниз. Давай, давай, давай. Пошли. Помогите, кто-нибудь. Тут человек ранен. Давай, сынок. Вот моя ответственность. Помоги. Давай, сержант, скорее. Что здесь? Еще один. Новый пар не дает. Заткнись, я сказал. Вы психи ненормальные. Пожар вам что, игрушки? Уходить надо. Нет, огня подохнем от дыма. Спокойно, пожарный. Где охрана? Я приказал людей выводить. Люди же мрут. Вы психи, мать вашу. Ладно, пожарный. Вводи людей. Мы с вами разберемся дальше. Леха. Леха. Дыши, дыши, Леха. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй, товарищ! Где? Смотри же, где машина? Что происходит? Нету. Поставлял ее здесь. Вышел, ее уже не было. Уходим. Слышишь, товарищ? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Твою мать! Твою мать! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТВОЖНАЯ МУЗЫКА ТВОЖНАЯ МУЗЫКА Ва, Егор Аджан, это не пожар, это фуфло. За забор ушли. Какие-то богатынамская пожарка. Так, Армен, звони. Поднимай всех пеших, конных. Район надо закрывать срочно. Пожарку в машину вызови. Там трупы. Акимыч, съезди на богатянах. Не понял, Илларион Тимофеевич, их шо, дюжина. Так и есть проблемы. Я помню, мы за десять говорили. Так отберем. Думаю, достанет даже и восьми. Лучше меньше, да лучше. Ну, дай, сколько бегут? Тысячу. Обижаешь, Прок Петрович? По максимуму тысячу шестьсот. Сдюжат? Вообще не сомневай. Ты смотри, шо творит, а? Шо творит? А, сколько? Первый, минута сорок три и семь. Последний, две секунды плюс. Ну, шо Прокор Петрович скажешь? Молодца, Илларион Тимофеевич. Такое, доложить не грех. Молодца. О, так и кого я вижу. Детва Рава, шейн вегон. Шалом алейх. Шалом, Дарочка, шалом. И как себе ваше ничего? Чтоб я так жив. Ничего, это дохлая лошадь. А мы пока еще имеем интерес. Как дела? Как заработки? Я вас умоляю. Какие там заработки? Так, вервеные годы. Ну, парнос есть? Узохан вей, парнос. Нет, кое-что, конечно. Слава Богу, не голодаю. Ни цукерзис. Ну, уж такие времена, что мужчина может уже и без цветов. Да, такие времена. Я сегодня не тошу бы за ними. Так уже не будем размазывать кашу по столу. Был кто-то в меня последними днями. А как же, Зиночка, дай бог здоровья до вас, двумя детьми. Но вы не переживайте, я устроила ей хорошую жилечку. Анечка. Секретарша первого. Что говорите? Анна Антоновна? У нее мужчина. И что мне так было? Кошерный, при галстучке. Просто дефицит. Дефицит. Мазлтов Анна Антоновна. А кто еще имел интерес заснять его так, на неделю, на десять дней? Ну, не так, чтобы очень кто. Вы же знаете, у меня фирма на доверии. Яксиво меня интересует. Весь мир, Дорочка. Так не надо за люди, надо за адреса. И букет самый шикарный. Спасибо, Дорочка. Зайки зонные. А букет, букет, цветы-то. Это для вас, Дорочка. Это для вас. Я говорю нет. Пусть я останусь непризнанным, непонятым, но на сотрудничество с коммунистами не пойду никогда. Я говорю нет. Попадая в плен, вы сменили имя, чтобы не навлечь мифических неприятностей на семью. А сейчас даже не хотите вспомнить о ней? Бросьте. Моя семья была в Дрездене, когда англичане сравняли его с землей. С того момента я не получил ни одного письма. У меня нет иллюзий. У меня нет ничего, кроме моей ненависти и моей бомбы. Но вам не воспользоваться ни тем, ни другим. Вам не на чем меня взять. Я свободен. Вашей власти расстрелять меня, повесить, да хоть сварить живьем. Моей бомбы вы не получите. Я плевал на ваш архив. Все расчеты сами по себе, без меня, никогда не дадут результата. Никто, кроме меня, не знает, куда идти дальше. Это фото сделано две недели назад. Где они? Где это снято? Аргентина. Мы просто не даем им умереть с голоду. Но вы способны обеспечить вашей семье весьма достойную жизнь. И сможете обнять их уже через неделю. Кто вы? Я Карл Ланге, командир 1-го батальона особого подразделения Бранденбург 800, майор Абвера. После ареста Канариса и разгрома нашей службы СС-штурмбанфюрер. Но в душе по-прежнему офицер Абвера. Вы? На кого вы работаете? Американцы думают, что на них. А на самом деле? Они лишь оплачивают операцию. Их исследование по термоядерному оружию зашли в тупик. Но ваш архив возбудил их интерес настолько, что мне за вас живого платят 1 миллион долларов. А за фото вашего трупа 30 процентов. Выбирайте. Что за странный вариант с этими процентами? Зачем я американцам мертвый? Чтобы знать, что вы не достались русским. Американцы не получат моей бомбы. Йост, Хартель. Хватит болтать. Кто думает об американцах? Мы стремимся к возрождению рейха. Кто это мы? Скажу так, идейные нации. Патриоты, не прекратившие борьбы. Почему я должен вам верить? Я готов. Хорошо. Да, если вы надумаете сдать меня русским, знайте, вашу семью сварят живьем. Слово офицера СС. Да, да, я поняла. Поздравляю. Рада за вас. Конечно. Как юный пионер. Правда, есть одна свежая идея, но об этом при встрече. А с чего бы вам так озаботиться о моей репутации? Поверьте, она переживала более серьезные испытания. Да, дорогая. Целую. Я перезвоню. Целую, перезвоню. С кем это ты? С твоей женой. Шутка. Возможно, неудачная. Ты едешь? Могу подвезти. А потом твой шофер Борис. Твоей жене Олимпиаде Семеновне. Анюта. А что Анюта? Я, между прочим, по известной тебе притягиваю. Еще не занималась документами команды. Им послезавтра ехать. Ой, придется посидеть. Ну, а завтра? Будет день и будет пища. Как не хочется. Вот как не хочется в графе руководитель делегации писать Осипенков Иларион Тимофеевич, а не Купленов Прохов Петрович. Анют, не начинай. С Осипенковым вопрос решен. Команду должен возглавлять он. Я уже его и с маршалом обсудил. А может, с генералом самим поговорить? Он мужик хороший поймет. Мне исты душу вытащить. Все, ушел. Алло, генерал Осипенкова, пожалуйста. Иларион Тимофеевич. Да, Анна Антоновна. Не узнала вас. Богатым будете. Прохор Петрович просил завтра заехать. Разговор есть. Часам к десяти. А вы на ипподроме будете? Ну, тогда к полудню. Хорошо, будем вас ждать. До свидания. КОНЕЦ 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 Потом, потом. Дай мне листья какие-нибудь чистые. О, Егор Никитич, я тебя жду. Давай, заходи. Одну минуту, Василий Макарович. Одну минуту. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что это? Рапорт. Я не спрашиваю, что это. Я спрашиваю, что с вами, товарищ майор? Я видел его, так же, как вас, в метре от себя. И отпустил. Сам. Готов ответить по всей строгости. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сядь. Я даже не знаю, что сказать. В чем дело, Юля? Мы заняты. Там баба Ганя звонила, с госпиталя. Дашу арестовали. Юль, ты иди. Иди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В тарелку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Егор, подожди. Я хочу, чтобы ты меня послушал. Просто послушал. Так ты никого не спасешь. Ни себя, ни ее только погубишь. Не скажу, что это ошибка, что там разберутся. Хотя, может быть, так и есть. Мы вытащим ее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наш шанс – это Купленов. Кроме него, старюка осадить некому. А Купленову ты сам знаешь, что нужно. Банда и ключ. Мы вытащим ее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В 1947 году в СССР была завершена реорганизация системы управления обществом. Была существенно расширена номенклатура должностей на всех уровнях. Строгая вертикальная иерархия предопределила основные черты послевоенной бюрократии. Единомыслие, единоначали, отсутствие инициативы и стремление делегировать ответственность. Вхождение в систему обеспечивало качество жизни абсолютно несопоставимое с условиями существования основной массы населения страны. Стремление удержать статусную ренту делали нормой взаимоотношений интригу, показуху, очковтирательство, подсиживание, протекционизм и подобные явления. В условиях дефицита продовольствия и промышленных товаров номенклатура контролировала их распределение и последовательно скатывалась к банальному воровству. Экономическая преступность и коррупция обусловили углубление социального расслоения общества, породив повальный рост и процветание особого вида криминала советской спекуляции. Лучшая жизнь для народа-победителя по-прежнему ожидалась в перманентно удаляющемся светлом будущем. Лучшая жизнь для народа-победителя Губенка, я на тебя надеюсь как на правую руку, а ты что? Сам ты шагу ступить не можешь? Няньку надо? Никак нет, товарищ подполковник. Просто опыта в таких делах маловато, решил вашего совета спросить. Ладно, ладно. Где она? В камере. Я ее еще не допрашивал. Может, обработать ее как положено. Молодец. Молодец, что зашел. Хоть это правильно сделал. Сядь. Мы чего с тобой хотим? Аира выявить, так? Вдумайся, агента иностранной разведки. Обработаешь ее, отбивная будет, а не агент. Она тебе расскажет и станет говорить, пока по новой бить не начнешь, чтобы замолкла, потому что грош цена будет этой говорилине. Я вижу, ты совсем бабки не знаешь. Удивил, признаться. Нет. Ну, не так, чтобы совсем, но... Вода на морозе железную бочку рвет. А баба, она как вода, податливая, а не сжимается и не ломается никак. Да нет, но бить иногда можно, но хитро. Ну, к примеру, с железной линейкой по соскам. Раз. Ну, не так по телу, как по душе. Если в ком душу подозреваешь. Да какая у шпионки душа-то, а? Вот. Не наш случай. Ну, и как же быть, Виктор Иванович? Поговори с ней. Чтобы расслабилась, помягчила. Чтобы она, первым пора говорить начала. Не важно о чем. А потом подводи к теме. Так, чтобы подзавязла? Вот. Вот. Заманивай и крути, и крути, чтобы завязнет плотно. Там, пожалуйста, хоть бей, хоть жги, хоть бутылку вставляй, душа мера. Заманивайся. Здорово, дед Варова. Какими судьбами? Умею одно делиться. Но сегодня-завтра нужна пара глаз и уши. Шкер! Давай, дуй с деду Варовой. Вот эту гадость выброси. Чтобы я так жил, это не понадобится. Такая тупая. Ну, молодой человек, такие хадисы Богу. Ну-ка, запомни. Лучше плохо стоять, чем хорошо сидеть. Запомнил? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юля. Да. Моня просил передать вам вот это. Спасибо. Фамилия, имя, отчество? Демидова Дарья Кирилловна. Год рождения? 1919-й. Национальность? Русская. Пол? Вы издеваетесь? Водички. О, бездавашия. Юлька, не волнуйся. Они же не убить его хотят. Просто на какое-то дело тянут. Им взрыв нужен. Ну, а Моня-то им зачем? Он же просто музыкант. Твой музыкант. Он в первую очередь сапер, да? Они откуда знают? Ой, Арменчик. Война же давно кончилась. Не для всех, Юлька, она закончилась. Не для всех. По-твоему, они молодец. Молодец. Ой, спасибо, мальчик. Не на чем бабуля. Я и допереть могу. Какой этаж? Да ладно, я уж сама. А ты к кому? А меня восьмую послали. Димке с Васьком? Ты из школы не бойся? Ну да, да. Уехали они. Зине трудно было одной из семян. В деревню подались к Можниным родакам. А давно уехали? На неделе. Зина-то поди их хату сдать по-новому не успела. Но уехали. Я не совсем понимаю, что именно вас интересует из моего военного опыта. Четыре года, знаете, много всего. А я не тороплюсь. А у меня времени как раз немного. Больные ждут. Так что, может, сразу перейдем к пожару? Ходите на часть пожара, пожалуйста. Товарищ, позвольте пригласить даму? Если дама не возражает. Товарищ, здесь свободно? Пожалуйста. Понимаете, гражданка Демидова, я не стану утверждать, что пожар не имеет никакого отношения к нашей встрече. Тогда что я вообще здесь делаю? Не понимаете. Намекну. Те новые методы лечения, которые вы использовали на одном из ваших пациентов. А, я, кажется, поняла. Вас интересуют встречи на Эльбе? Точнее, мои контакты с американцами. Буду рад, если вам есть что рассказать по этому поводу. А лучше изложите собственноручно, не упуская деталей. Кто, что, где, когда и как. На это нужно время. Вам ночи хватит? Рассчитываю на вашу откровенность. В госпитале ждали именно нас, сомнений нет. При этом ушли мы без проблем, но машина исчезла. Не понимаю. Нельзя исключить, что вас отпустили с расчетом выйти на меня. Слежки нет. Малейшее подозрение, и мой человек не дал бы нам встретиться. Возможно, местные ребята лучше, чем кажется. Тогда уходим? Послезавтра утром. Ящик из бункера должен быть с вами. Где он сейчас? На квартире. Если все-таки за вами следили на квартире засада, берите пленных, пытайте. Штурмуйте милицию, им губы все что угодно. Груз должен быть с вами в любом случае. Вы понимаете всего значимости? Уходим в море, как предполагали. Возник вариант получше. Будем его реализовывать. Конструкция здесь. Все. Всего доброго. Здорово. Привет. Меня Люся зовут, а тебя? Меня Люся зовут, а тебя? Ромка. Будем знакомы, ты из какого дома? Я? Я вообще не с этого двора. А что это ты делаешь? Зарядку делаю каждое утро. Я лёгкоатлет, третий разряд. Кто? Спортом занимаюсь, лёгкоатлетик. А по жизни здесь тасуешься? Не поняла. Ну, живёшь ты тут? Две недели уже, но это временно. Папе квартиру дадут, мы переедем. А сами откуда будете? Раньше в Ленинграде жили. Потом на Урале в войну. А сейчас папу сюда перевели. Сильмаш восстанавливать. Люсенька, домой, чай пить. Сейчас, мам, иду. А ты что, в этом подъезде живёшь? Угу. Слушай, а ты не знаешь, кто в сорок пятой живёт? Так мы и живём в сорок пятой. Заходи как-нибудь. Пока. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ништяк. Сюда посвети. Ага. Сюда. Сюда. Стоп. Субтитры делал DimaTorzok Шо? Я даю моряк? Давай. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok О, ништяк! Это что, все? Ну, похоже, ты уже все не понял. Все, значит, все. Что непонятного? Чертеньги! Живой? Надеюсь. Стал быть, Калёный. Да. Сейф открыть. Мотив у него был, это правда. Но остальные обстоятельства приводят к мысли о том, что ни Калёный, ни его люди Роскова не убивали. Но я бы однозначно этого не утверждал. И тем более, Куплёному об этом не рассказывал. Пока, во всяком случае. Василий Макарович, Василий Макарович, ты правда, что ли, думаешь, ключ этот на Дашу обменять? При чем здесь обменять? Ну, какое слово тебе больше нравится? Никакое. С Дашей произошла ошибка. Чудовищная ошибка. И кому, как не первому секретарю обкома, ее исправить? Как бы мы его самого на какой-нибудь чудовищной ошибке не прищучили. Майор Драгун. Вы хотя бы как-то держите себя в руках. Мы работаем над этим. Ну вот, Василий Макарович, можете, когда хотите. Значит, говоришь, банда Калюнова. Так точно. Вот в это я верю. А то фашисты. Да, Калю, своячницу мою непутевую, понятно, не вернешь. Но ты молодца. Таких волчат прищучил. И люди твои молодцы. Спасибо, Прохор Петрович. Не на чем. И вот что. Готов материалы по банде. Показательный и со всей строгостью. Слушаюсь. Жаль, что нынче этих сволочей не расстреливаем. Ну да ладно. Прохор Петрович, у меня просьба. О чем разговор? Излагай. Вопрос очень деликатный. Прохор Петрович, беда. Только что с автомата постовой звонил. Генерал Осипенков разбился. Шо? Грузовик. В его победу. Лоб в лоб. Водитель грузовика, говорят, очень пьян был. Насмерть? Да нет. Водитель победы насмерть. А вот генерал, он вроде бы жив, его в машине зажало. Скорую давай срочно. Уже едет. Так, выезжаем, полковник. И в госпиталь позвони. Там это, как ее, Демина, Демьянова. Демидова, Прохор Петрович. О, пусть лично займется. Мне за нее Ермолова говорила. Она у нас тут в крае чудеса творит. Уже звонила, но с Демидовой проблема. А вы слышали, сплетни по городу ходят? Мол, у нас тут ужас, что творится. Бьют, током жгут, ногти рвут, насилуют в извращенных формах. Знаете, я слухам не доверяю. А напрасно. Потому что это все правда. К врагам Родины мы беспощадны. Тварь, что притихла, сучка? Вот так. А то совсем берега потеряла, тварь! Позвольте. Молчать! Встать! Глянь на нее! Диссертацию она мне тут накатала! Что, самая умная? Самая хитрожопая? Мне выйдет! Кто тебя завербовал? Твои связны! Твое задание! Стоп! Встать! Встать! Сценки будешь меня тут разыгрывать. Сценки будешь мне разыгрывать! Встать! Бубенко! Я, товарищ подполковник! Ты что творишь, скотина? Что ты здесь творишь? Гражданка Демидова! Помоги! В отношении вас произошло недоразумение. А вы свободны. Вам надлежит немедленно прибыть на рабочее место. Вас отвезут. Я не знала этих людей, Гора. Я ничего не знала. Успокойся. Успокойся, Дашваль. Все закончилось. Это был кошмар. Это была ошибка. Нелепая ошибка. Нет, Гора. Это не ошибка. Они хорошо понимают, что делают. Но я не знаю, зачем. Зачем? Зачем им все это нужно? Я не знаю, зачем им это нужно. Но должен быть какой-то смысл. Не думаю, что их интересует какой-то смысл. Что делать, Гора? Что делать? Ты не единственная моя. Ты. Единственная моя. Я не знаю, что делать. Но я тебе никому не отдам. Слышишь? Никому не. Нет, товарищ маршал. Я лично выезжал на место. Просто авария. На теракт не похоже. Состояние тяжелое, но жизни не угрожает. А как же? Просил лучшие силы? Так точно, товарищ маршал. До встречи в Москве. Все. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Радуешься, не бойся. Прохор Петрович. Не мытьем, так катанье. Можно подумать, я сама генералу и товарю подстроила. Ладно, ладно. Это я так бурчу. Для порядка. Ну что там у нас с командой? Все нормально. Билеты купила. Вагоны для лошадей готовы. Завтра утром отправляю. Понятненько. Готов приказ на командировку. Завтра убываем. Приказ готов. Его только подписать. И что? Какая же ты у меня шустрая. Пойми в виду, номера нам в гостинице бери разные. И билеты на поезд, само собой. При команде будешь. Кстати, насчет билетов. Завтра в Москву военно-транспорт налетит. Почти пустой. Один фельдьегерь. Сутки выигрываем. Какие дела в Москве порешаем. Ну и вообще. Вообще. Не лишено смысла. Значит, самолетом полетим. Так что, Михаил Ильич, какие впечатления? На глаз ранения похожи. Но без тщательной проверки утверждать не могу. Да ясно. Брандербургия это. Значит что? Машину тормознули, экспедитора зарезали. Он не нужен. Водилу подставили. Значит, фрицы хотели убить генерала Осипенкова? Ну зачем? На кой черт он директор конезавода? И как они узнали маршруты и время поездки? Я бы что, генерал докладывал? Хороший вопрос. Я другого не пойму. Если там в Ранденбурге, зачем так тупо повторять нападение на интендантов? Машину тормознули в том же месте? Экспедитора зарезали так же? Скорее всего. Что это? Ошибка или просто отсутствие времени? Ошибки я бы их не подозревал. Скорее хотят запутать нас. Отвлечь от чего-то важного. От их главной цели, например. И что хочешь? Не, на бочку-са. И что имеешь сказать? Да без навару все. По всем фатирам фраера. Спецы да военные. Там, где бабка с пацанами. И нынче никого. Я удивляюсь. Ужна же где-то Анна Антонова со своим кавалером ночевать. А иначе что? Купил билеты и не поехал? Да не было там никого. Век воли не видать. Значит, там надо гулять туда-обратно. Сама, конечно, дама очень класс. Но мы таки с ее кавалером немножко не знакомы. Заметано. Ну, а если вдруг, то подвиги не надо. Просто имей делать звонок по автомату. И чтоб ты знал. А вполне могут быть себе фашисты. Фашисты? Опять за рыбу деньги? Я же говорил, никаких фашистов. Вы что, меня совсем не слышите, товарищи офицеры? Ну, товарищ Купленов, обстоятельства изменились. Показания шофера говорят о том, что генерал Осипенков попал в аварию не случайно. То есть, я так понимаю, это версия пьяного шофера? Так его же силой напоили, Прохор Петрович. Под дулом пистолетов. Напоили под пистолетом. Василий Макарович, сами-то вы в это верите? Разрешите. Садись. Показания шофера подтвердились. Мы обследовали место нападения и нашли тело убитого экспедитора. А где гарантии того, что не сам ваш шофер этого экспедитора с пьяну того? Как вам такая версия, майор? Анна Антоновна, в чем дело? Так вы сами просили Прохора Петровича их к совещанию подготовить. Там люди собрались. Что скажете, майор? Как версия? Характер ранения экспедитора ставит это убийство в ряд похожих преступлений. Почерк один. Я абсолютно уверен, все они дело рук диверсантов Бранденбург-800. Он уверен. Ты бы, майор, лучше бы жуликов ловил. Глядишь, трупов было бы меньше. Он уверен. Анна Антоновна, старюк пришел? Да, конечно. Позвать? Не надо. Я с ним позже переговорю. Если вы правы, и какие-то враги устроили здесь теракт, то это вопрос МГБ. Василий Макарович, готов дело для передачи старику. Я ему распоряжусь. Гляди-ка, а я догадаюсь, за каких важных птиц мы тут загораем? Давай, давай, Виктор Иванович. Насеста освободился. Анна Антоновна, можем проходить? Да, конечно. Прохор Петрович ждет. Спасибо. Егор Никитич, ты идешь? Анна Антоновна, подскажете, где я мог видеть этого полковника? Вы не помните? На открытии кинотеатра у него еще кошелек пытались украсть. Это, само собой, еще где-нибудь. Не знаю. Но вообще, он из Москвы. Говорят, большая шишка. А, спасибо. Что, Павел Николаевич, с окончанием? Пожалуй. Душевно благодарен за содействие, понимание и помощь. И много ли ты хамелеонов фашистских нарыл в наших степных лагерях? Одного. Всего-то. Не густо. Так ведь и цель была моя несколько иной, чем объявил. Я догадывался, Павел Николаевич. Я догадывался. Были некоторые моменты. Согласен. Да. Сам просил вашего содействия организовать перевозку пленных. И сам же не воспользовался. Извините, Прохор Петрович, что не ввел вас полностью в курс дела. Сами понимаете, режим безопасности. Зато теперь могу поделиться. Потому что не стоит, Павел Николаевич. Отчего же? Ваше участие это никак не умаляет. О чем по прибытии сразу же доложу. Полагаю, орден Красной Звезды лишним не будет? Вы меня интригуете. Много сказать не могу, но намекну. Речь идет о германском специалисте в области атомного оружия. Понимаете, насколько это важно для нас? Вот оно что. Тогда понятно. Павел Николаевич рассказал о планах американской военщины. Это я вам скажу. 22 наших города под прицелом атомных бомб. Так что? Третья мировая? Американцы рассчитывают на атомный блицкрик. Но мы ведь не позволим. Не дадим мы такой возможности. Мы успеем. Павел Николаевич, когда вы бываете? Вот как раз хотел вас спросить об этом. Завтра. Есть ли у вас в запасе купе? Поездом? Да. У меня для вас есть более интересное предложение. Э, Валет! Чих будешь? Тех, что знать тебе не кругло. Погуешь, зараза! В чужом районе! Да, дед, но банок не получал. Ништяк! Ща огребет! Ну, давай! Рискни здоровье! Что, совсем того, что ли? А то это я первым залупаться начал. А что буреть в натуре? Сам на наш двор приканал? Ну-ка теперь объясняй без понтов. Что надо? Лады. Дело у меня. За вачком с восьмой должок имеется. Да и с братаном мамка на деревню свезла. Так что бабки твои с дырками? Затырься. Слышь, ты сам затырься. И шо, надолго они? Видать. Тетя Зина я слыхала, с мамкой базарила. Мол, шоу фатеру сдает. Точняк? Зуб даю! Я уж с утра каких-то мужиков там зазырил. Вроде военное. Тебе-то шо? А мне без разницы, мне бы должок шлупить. Так шо? Раз тебе бабки нужны, может, пристенок сыгранем? Ну, давай. Проехали Батайск, Кулешовку и Азов. Три детских дома и две больницы. Везде картина одна. Так называемый обкомовский доппайок не поступал. То есть, кое-что было, но на уровне перловки и хлеба. Никаких изысков, указанных в накладных. А у меня в двух больницах вообще ничего. Вот акты, пожалуйста. И что на круг выходит? А выходит, картина самая нехорошая. Налицо хищение в особо крупных. И убиенная Роскова самое прямое отношение к тому имела. База доказательная. Должна быть железная. Да куда уж железней. Машину, что делала липовые развозы, видели у дома Роскова и Галины Семеновны неоднократно. Да, я просил соседей, все подтверждают. Росковой с машин сгружали продукты. Мешки, ящики, коробки. Соседи молчали только потому, что Галина соседей подкармливала. Сейчас, конечно, уже в этом никто не признается. Ну а дальше машина уходила по регионам. Я думаю, сбывали где-то в тех же районах, где и указаны в накладных детдома. Ну и сколько вот таких липовых накладных мы выявили? А кто сказал, что они липовые? Нет. Самые настоящие. За личной подписью первого секретаря обкома товарища Купленова и печатью. Егор, с огнем играешь. Да ну. Я распоряжение товарища Купленова выполняю. Ловлю жуликов. Ты говори, говори, да не заговаривайся. И, кстати, грузовик, гос. номер ра, 0-4-2-3, назначали на эти развозы регулярно по непосредственной просьбе первого секретаря. Езжай, покатайся. нечего здесь торчать. Через полчаса подашь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Виктор Иванович, какие дырки? Когда тут такое? Да, я понимаю. С твоими орлами шило в мешке не утаишь. Придется, ой, придется что-то решать. А чего тут решать? Тебе и карты в руки, раз уж речь идет о первом секретаре обкома! Расследуй! Послушай, Василий Макарович. Если мы сейчас против купленного обвинения выдадим, нам и так мало не покажется. Я понимаю. Но и не расследовать нельзя. Если что не так, парням твоим по четвертаку может и дадут. Но нам с тобой гулаг не светит. В лучшем случае кончим в Лубянском подвале, а то и в Москву не повезут. Слышь, значит, Виктор Иванович, на себя взять. В общем, шаг я вижу следующий. Завтра я звоню, освещаю факты, вентилирую вопрос. Дадут санкцию, купленного будем брать. Не дадут, извини. А Бранденбург как же? Да про Бранденбург твой долбанный. Нам как раз Купленов забыть и приказал. Вот возьмем его и спросим. Что сидим, что сидим, да? А что делать? Снять штаны и бегать. Зачем штаны? Мозгом бегать надо, понимаешь? Мыслями соображать. Если кто еще не понял, старюк нынче вместо нас соображает. Акимыч, помнишь, Рябова брали в кино? Мужик там был с кошельком при Анне Антоновне. Ну? До этого видел его где-нибудь? Что-то нас в скидку не скажу. Вот и я не скажу. А где-то видел. Теперь голову сломаю. Так, ладно. Вижу, никто никуда не торопится. Тогда посидите здесь. Еще на всякие пожарные. Я пойду. Поехали. Здорово. Как говорится, сколько лет, сколько зим. Если память еще при мне, так это зима, 43-й год. Шелом. Как вы сами себе имеете. Ну, не так, чтоб не повидаться. Знаю, за ваше горе с сестрой жены соболезнования. Мои к этому никакого отношения, сука, быть. Вы будете смеяться, но сейчас жду звонка, как раз этот случай. Дело есть. Так. Что имеете сказать? Нужно кое-что подальше положить. Десять процентов от того, что здесь твое. Понял. Напоследок не пересчитайте. Спасибо. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ В 1947 году выдающийся физик Альберт Эйнштейн направил открытое письмо в ООН, продиктованное осознанием катастрофических последствий использования ядерного оружия. Эйнштейн считал, что единственный способ спасения человечества – создание мирового парламента, который бы полностью контролировал армии и вооружение всех стран, входящих в ООН. Советские ученые выразили твердое несогласие с Эйнштейном. Путь к миру они видели в объединении антиимпериалистических сил. Тем временем правительства продолжали вести свою политику без оглядки на ученый спор. Весной 1947 года при правительстве СССР был создан так называемый комитет информации. Он объединил под одной крышей все службы внешней разведки и контрразведки страны. А уже осенью Соединенные Штаты образовали аналогичную организацию под названием «Центральное разведывательное управление». Борьба за мир во всем мире вышла на новый уровень. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я вас умоляю, откуда вы не знаете, кто все эти люди? Из заведений каждый имеет выпить, закусить. Да ладно тебе, дед Варава. Это ж ты из своих с ползала собрал. И все с такими рожами хотят сразу носу Гундер. Но не суть. Давай договорим. Вы же как-то справлялись? Да. Но речь не шла за Бранденбург. СériES о-безьянном делом? Стрёп County Стивили Стрёп OCC Я извиняюсь... ...есть разговор. Стрёп ОКОНИ voltar Так и не стесняйся. Есть звонок от молодого человека. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 В твоем доме, Яш, восьмая. Восьмая? Восьмая. Восьмая это в том крайнем полуподвал, окна за углом. Я могу с соседнего подъезда зайти через верх, за одну крышу проверю. Давай. Стой. Со двора есть другой выход? Нет. Иди, Армен, со мной, под окном и станешь. Федя с Мишкой оставить вас здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Аккуратно. Ну-ка, ешь давай, ты повыше. Вперед. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дитё не пожалели, суки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Светин, ты мне не чуди. Выводи свой орудь по всем районам. Тоже. Без исключений. Не доедут до районов? Откуда такая уверенность? А вдруг они по целине где-нибудь проскочат? Номер сменят? Или того хуже, машину? Всех досматривать. Всех подряд. Чтоб надёжней. И докладывай каждые полчаса. Всё. Подождём. Всё-таки «Опель Блиц» это не иголка в стогу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Похоже, мы у цели. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ полковник, военный прокурор поднял гарнизон. Я направлен для координации действий. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И, наконец-то, я до него добрался. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Крейш, в чём дело? На территории противника мы говорим на его языке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Брось, Курт. С таким красавцем в руках, я уже могу говорить на родном. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто знаем? Немцы. Группа Бранденбург. Предположительно, трое. Когда? Сейчас. Остаётся выяснить одно из двух. Либо что, либо где. Брось, горы. Да что тут думать? Дай «Опель» засечь. Вот тут и пойдёт наше кино. Да уж. Кино с немцами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А на Антонову можем похоже? Опа-ньки. Кино. Я видел его в кино, Василий Макарыч. Кого ты видел? Ну, полковника этого. Он был в приёмной у куплённого. Точно. Это был он. Акимыч. Ну, ты помнишь, я тебя про мужика спрашивал, когда Рябова брали? Я вспомнил. Я видел его в кино. Которое мне мой друг из Москвы прислал. Немецкое. Про Бранденбург. Это был он. Это был он. Думаю, где искать этого полковника Куплёнов в курсе. Так что давай, Макарыч. Звони в обком. Шустрый ты, Егор. А вдруг они заодно? Куплёнов про Бранденбург нам даже думать запретил. Нет. Куплёнов теперь не внушает. По Куплёнову все документы у меня на руках, товарищ генерал-лейтенант. Проверил. Лично у меня, товарищ генерал-лейтенант, сомнений нет. Есть действовать по обстановке. Суки, никто не хочет брать на себя. Так что, Виктор Иванович, отбой? Заткнись. Я думаю. Погоди, погоди. Гор, а интендант ты помнишь? Сержант, который полковника этого на экране опознал. Кто-то из контингента лагеря похож на человека из фильма? Да нет. Тот из наших. Или из охраны, или из МГБ. Да-да, войдите. Товарищ полковник, конвой прибыл. Товарищ полковник, конвой в составе трех человек по приказу подполковника Старюка в ваше распоряжение прибыл. Начальник конвоя, старший лейтенант Крупеньев. Хорошо. Я свяжусь с подполковником. Если прикажете, я могу доложить? Выезжаем через пять минут, давайте под конвойного в машину. А Старюка я сейчас сам наберу. Попрощаться надо. Неважно, сержант. Да не объясняйте мне подробно. Просто скажите номер лагеря и все. Сержант, номер! Лагерь 421. Спасибо, сержант. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Связи нет с лагерем. Василий Макарович, здесь ехать от силы полчаса. Кирогаз слишком медленный, так что разберитесь, кто со мной, кто с Орловым. Егоренький, чья с вами? Нет. Остаешься вот вместе с Мишкой на подскоке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Буров? Кто опознал? Точно? Теперь ты понял, Овчаров, тут и Купленов при делах. Ах, зараза! Они же с Буровым одна шайка! И оба уходят! Как уехал? Когда? Куда? Минут двадцать назад. Время передачи в книге отмечено. Какой книге? Какой передачи? Мы ему пленного передали, он его в Москву повез. Я же говорю, в книге все отмечено. Когда поезд на Москву? Пять минут как отошел. Твою мать! Погоди. За двадцать минут до станции они доехать не успели бы. Телефон где? В дежурке. Показывай. А что случилось-то? Побег, майор, у тебя. Побег. Овчаров, ты понял, они уходят прямо сейчас. И уходят оба. Не уйдут. Мои в лагерь уже выехали. Связи нет. Так, шнур обрезан. Я вижу, наши дела идут неплохо. Наши дела идут отлично, Прош. Команду на поезд погрузила, отправила, они в пути. Так шо? Можем и мы выдвигаться? Да. Пять минут я оденусь и можем ехать. Давай. Не задерживай. Понял тебя, Василий Макарыч. Да. Буду действовать по обстановке. До связи. Что? Буров едет на аэродром. Военно-транспортом хотят уйти. Ну это хренушки. Рогов. Автоматы дашь? Рогов. Автоматы дашь? Рогов. Автоматы дашь? Рогов. Ну что, сучка? Все? Нахлобучили мы вас. Ты, старик, за это ответишь. Головой ответишь, сволочь. Виктор Иванович, что происходит? Что непонятно? С вещами на выход? Ну собраться-то я хоть могу? Даю вам сорок секунд. Товарищ полковник. Спокойно, старик. Штатная ситуация. Просто патруль. Черт. Все, поехали. Мы за вами. Поживее. Алло. Приемная Купленова. Начальник аэродрома, пожалуйста. Алло. Юрий Лукич. Рада вас слышать. Да, все хорошо. Мы выезжаем. Ждите. Стоять, сволочь! Стоять! За ней! Давай, мать твою! Гаспорин майор, моя команда, офицеры третьего батальона, обер-лейтенант Майер, позывной Кречет и лейтенант Рейнхард, позывной Стриж. Спасибо, Курт. Командир первого батальона Ланге. Рад видеть. Курт, с грузом все в порядке? Разумеется. Господин Йост, наше охраняемое лицо. По-русски не говорит. Господин Йост, до следующего этапа у нас есть минут пять. Мне бы хотелось получить ваше разъяснение относительно нашего груза. Леги! Давай налево! При этом! Надеюсь, контейнер вы не вскрывали? Нет, мы не сошли с ума. Что это? Стержень. Важная деталь устройства, которое планировалось тут испытать. Не получилось. А вывезти не успели. Русские наступали слишком быстро. Стержень ускорит вашу работу? Надо понимать, что это лишь опытный образец. Уточнение окончательных параметров элементов конструкции произойдет только в ходе испытаний. Я повторяю вопрос. Ускорит ли этот стержень вашу работу? Да или нет? Безусловно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что там, Курт? Пока не понимаю. Всего местам! Внимание, огонь только по моей команде Слушаюсь, господин майор Не понимаю, полимут должен быть один Первую машину пропустить, вторую не уничтожить, выполнять Есть, есть, сейчас Что случилось, Анна, в чем дело? Провал, купленных взят и заложников у нас нет Я еле отбилась С карьеры резидента покончено Я снова Анна Небель, Карл То есть ты уходишь с нами? Господа, есть вводные Ситуацию опишет штурмбанфюрер Небель Оберштурмбанфюрер майор Виноват Оберштурмбанфюрер Небель Господа, мы не сможем захватить самолет малой кровью Заложника мы потеряли И охрана аэродрома, вероятно, уже предупреждена Нельзя ли пройти охрану сходу? Грузовик может взять удар на себя Прикрыть машину с охраняемым лицом Я не хочу рисковать жизнью Йоста Считаю, что первоначальный план тоже неплох До Анапы всего 400 километров К вечеру будем там Раз предупреждена охрана аэродрома Предупреждены все На этих машинах мы доедем лишь до первого поста Идем лесом к Дону Переправляемся Выходим на трассу на Анапу Берем грузовик или автобус Вопрос есть? Зачем нам в Анапу, Ланге? Вы обманули меня? Мы не летим? Нет Но мы уходим иначе На аэродроме нас ждут пулеметы А в Анапе контрабандисты И в море турецкая подводная лодка Что выбираете? Придется еще немного потерпеть Это возможно? Ради вашей семьи Курт, мы уводим Йоста через лес к Дону Переправляемся и дальше по трассе на Анапу Вы прикрываете Потом идите на грузовике на прорыв Ясно Один черт, если все уже перекрыто Тут хотя бы расчистим слегка Ждем вас в Анапе сутки Это предел С нами Бог Переоденьтесь Герр оберштурмбандфюрер Я все-таки задержусь Хочу посмотреть, кто идет за нами Идите через лес к Дону Вплавнее Держитесь по прямой Я догоню Вперед Привет от Бранденбурга Ты как нибудь Плечо ошибся, старая дрога Ты? Я в порядке Армен Черт Черт Бозгий халк, фриц поганый А, нога Гранатку вы сейчас Фрицовские гранаты У Никитича в коляске остались Восхудрит, твою Бог, от душу Городь, вот как тебе единица буду Ничего, там нога не главное Главное, что голова Берите ни ногу Это же отдыхать Федя Машина Старелка убит Уходите, Ланге Мы сами справимся Иди справа Уходим туда Я за ним Я прикрою Давай Я не могу так быстро У меня больное сердце Надо потерпеть Соберитесь Вперед Задолбал же этот Дирижон Прикрой Дирижон 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 Продолжение следует... Я говорю вам, у меня больное сердце. Я так умру. Где ваша воля ест? Вперед! Я не могу. Поднимайся, скотина. Ты сумасшедшая. Да. И лучше тебе рвать от меня, как зайца от гончей. Вперед! Впереди! Поехали. Карл! Стой! Помоги нам! Карл! Карл! Помоги мне, Карл! Мне очень плохо. Вы целы? Сможете идти дальше? Не знаю. Карл! 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 КОНЕЦ АВТОМАТ НА ЗЕМЛЮ, МЕДЛЕННО Остальные где? Живых нет Разберемся, повернись Милиционер, ну что, убьешь меня что ли? ВЫСТРЕЛ Да, ты мне нужен живым Невредимым нет Пошел Няжа! Вот гад, только книжку испортил ПОЗИТИВА ПОЗИТИВАЮТ 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 КАРТВlish Э with the па вон А es Поехали! 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 Поехали!